когда-то похуй не стоит я вв... подожди, если аренда стоит сколько? ты говорил? не, не ну то-то ладно, не говори просто много просто много? то тогда квартира стоит очень много квартира тоже очень много, блядь я знаю сколько он стоит он мне говорил ладно, я славу подыму, это же не Ваня, блядь я славу подыму вверх, ебать а Золушка его или королева, блядь эту, ледяную невесту, блядь Лёшка, блядь да, Вадим, давайте мы объясним правила а хули у вас с пиздочком? а что с ним случилось? ну какой-то невеселый невеселый какой-то? мать, ты, 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 блядь ты эликсира, ты эликсира какого-то выпила, нахуй, или чё, ебать? нет, просто ты сказала, какую ебать или ты кошка с девичью жизнями, нахуй, я не пойму, мать Наталья, мы давно не видели ну он тебя ёбни, ты упадёшь, нахуй а я, я, блядь, за братишку стану он меня понимает Наталья, Наталья, я не думал, что вы такая сучка Алексей, блядь, забейте, нахуй, не общайтесь с ней вообще, блядь факт факт, факт не, тут всё по факту тут всё по факту Ладно, Вадим факт мы правила не будем объяснять? правила? да правила, так тут всё и легко есть, есть раунды, есть раунды мы в этих раундах соревнуемся просто ты по очереди нам будешь засчитывать эти раунды всё ну я могу рассказать сразу про раундов их будет пять их будет пять было, кстати, семь, теперь пять да, будет пять раундов, друзья в первом раунде вам нужно будет отвечать на вопросы о своих партнёрах сначала парни отвечают о своих девушках затем девушки отвечают о парнях второй раунд здесь у вас будет по двадцать фотографий машин и двадцать фотографий женских принадлежностей парни должны будут угадывать название женских принадлежностей а девушки должны будут угадывать, что за марка машины полная модель третий раунд здесь у нас будет 20 фотографий совмещенных между собой стримеров пары по очереди должны будут угадывать какие два стримера на фото угадали одного стримера получили один балл угадали двух стримеров получили два балла если угадали по ебалу нахуй четвертый раунд здесь пары должны будут угадывать какие факты о противоположенной паре правдивы или ложны и в пятом раунде в финале ассоциации будут даны 10 картинок и девушки должны будут правильно расположить ассоциации своих парней на эти картинки не будет не будет екатерина вы должны знать своего партнера мне кажется я нихуя не знаю я была там натаха вообще нихуя не знала про воде тут пиздец тут пиздец сложно я даже давай давай стартуй я думаю что мы можем стартовать давай погнали на первый раунд первые вопросы вопросы у вас очередностью какая здесь как я понимаю в вадим для вас вопрос правильно а вадим как зовут родителей наташи брать есть такая проблема очень плохо подожди тут есть проблема и по моему ты по моему либо андреевна либо вадим но просто на шару можно сказать если не помните можно на шару просто предположить ну хотя бы постоянно каждый день тебе они говорю дай маму блять подожди подумайте вадим подумай мне торопит блять ну бывает мы такое у меня склероз ты вообще даже не спрашивал по моему потому что я ценный человек тихо шатап шатап подожди ну по моему подожди попробуем хотя бы первую букву угадайте вадим а там как пойдет лиза а нет чат подсказывает может быть чат подсказывает может быть надежда в один надежда сейчас есть да такая же вспомню наталья наталья вопрос вам а вы вы знакомили вадима со своими родителями блять так как знакомили блять то ну его но тогда чем и вы ее как говорится не знакомили поэтому и наталья бердникова андреевна папа зовут андрей да не андреевна нахуй она чаще всего зовут либо дмитрий либо андрей либо нет она на а по моему ёс и позовут ее она рядом немного слава ты ёс и блять арсений тогда анатолий анатолий или андрей наталья 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 вы главное не расстраиваю завода не расстраиваю пусть зовут андрюх так папа андрей а маму татьяна тихо подожди ты сейчас сбиваешь на алексей ты можешь барбатчики простите так подожди не да они же видели жизнь если мы видели жизнь я бы точно знал надежда нет надежда даже в гугле нет никакой информации причем я даже когда когда она мне писала то есть когда я видел там что-то я видел мамуля просто но обычно маму так и подписывают вадим не по имени и отчеству татьяна геннадьевна пишут русский стример генсух играет вершал казино вершал спасибо екатерина ладно короче я не помню ну правда я не помню мне никогда не может алексеевна может алексеевна нет папу андрюха зовут она андреевна а вот маму она не говорила никогда андреевна совместимости волгардия может быть сделаем им время чтобы они долго не думали тогда пусть теперь отвечать это долго будет не знаю да ладно она не обидится на то что не обидишься ну вот просто запомнит раз и навсегда ну все давай надежда но я не знаю андрей надри и надежда давайте посмотрим правильно ли это замечать андрей и надя это надежда я знал я знал просто время тяну конечно надежда надежда конечно какое самое страшное место где пришлось побывать наташи ну скорее всего в ее город игра город игра и город игра поселок городского типа игра самое страшное да да игра какое самое страшное место где пришлось побывать наташа все так может смей может моей квартире предыдущий а может хоррор квест какой может турции бля там страшно было пиздец когда не могла про именем наташа в турции очень стране подожди стоп марминет страшно я плане и напугала или страшно типа уебищные любишь на я обычная ой бля чел на 7 часов но если только вспомнит каким-то чудом я не знаю подожди я просто не понимаю самое страшное может какой-то квест самое страшное вот она пришла с этого места и написал вам вадим я сегодня была в такой жопе это ужас просто таки было таки было связано с жопой это проктолог не знаю я не знаю я не знаю правда пусть будет игра хорошо ее родной поселок городского типа игра давайте проверим киров киров что это сделает а пиздец я не знаю там разруха 1 я как будто еду просто блять можно просто россию сказать короче понял кто из кирова плюс от пожалуйста поставьте поехали дальше любимый фильм наташа скажите стоп секунду а в гарде у нас идут сначала вопросы для пары вадима и наташа потом для славы как не ну это пиздец и самое страшное место город блять ну как это блять угадать нахуй вадим вадим как вы думаете самый любимый фильм натальи бердниковой мультик 9 мультфильм 9 давайте проверим нет ну подожди на мультфильм ну лёша что ты регаешь блять как сервер в меме в короче хуйнюся курить хорошо вадим давайте подумаем от фильмов мой один дома сумерки один дома имба страшно я обожаю но любят его так наташи она не любит давай один дома и не знаю нет я не знаю любимого фильма хорошо давайте зарегаем фильм один дома проверяем дома на пизде же дырялом вопрос под номером 4 вадим любимая вещь наташи вибратор трига iphone нет подожди яндекс станция блять я ебу любимая вещь любимая вещь это так много шатап славу громче просит слава просто не говорит компьютер любимая вещь шорты генсуха блять наверняка она вам писала и говорила вать это моя самая когда я шучу и смеются только наташа и катя мне как-то стыдно подержи пожалуйста блять любимая вещь наташи блять я не знаю ну айфон какой-то блять айфон компьютер легай компьютер и поебать регаем компьютер любимая вещь наталья бердникова и компьютер проверяем туалетная бумага вадим 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 как вам этот ответ и вы и вы подожди слав ты помнишь что ты сказал минуту назад каков шанс туалетной бумаги спасибо вадим вопрос под номером 5 ёршик 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 самый ценный предмет для тут ёршик будет а может быть туалетная бумага кулон кулон у неё на шее висит блять самый ценный если не это блять то она сука блять коза ёбаная регай кулон кулон мне похуй я знаю что это айфон или компьютер если если блять если это айфон или компьютер блять это пиздец вадим хорошо если наталья вы не можете вы не можете подсказывать наташ молчи молчи пожалуйста мы говорим тут проблема в том что должен отвечать именно вадим поэтому простите наталья ладно можно ответить хорошо подожди подожди не надо посложнее в алгарде правильный ответ кулон айфон хорошо двигаем айфон правильный ответ вибратор правильный ответ выбрать вибратор самый ценный слава вообще думай как раньше потому что он про любимый предмет сказал вибратор типа а про это кулон самый любимый у тебя туалетная благоценный вибратор вам повезло с девушкой слава ты можешь еще раз забрать те слова который ты забрал уже спасибо пожалуйста я думала вопросы для славы и катя и так не хотела слишком очевидно отвечать типа так в этом смысле так про меня знаешь вать типа ну вот мультфильм фильм это ответил фильм 9 потому что это первое что мне пришло подожди 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 ладно хорошо подожди 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 то есть ты хоть ты делал это для славы и катя и самый ценный предмет это был туалет дабуан то есть ты думал у них есть шансы отгадать думал что я крути 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 пиздец тут давайте 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 перезапускайте ничего страшного 1 не ответили очень легко он со мной на протяжении полугода нужно было вам слилось чтобы вадим легко отгадывал почему вы ебать этого все халява вадим вы не сказали наталья для кого вопрос нам заставлять нет смысла зачем мне говорить смысле как она подумала что и надо вопросы для славы и катя состав так тут вопросы связанные с собой типа зачем объяснять это примерно должна понимать что они не один бы вопрос не ответили ты понимаешь ни один если бы то им было бы в чем смысл нам отгадывать про человека на каждый да но мы сейчас соревнуемся как мы хорошо друг друга знаем давайте хорошо давайте не будем останавливаться кое-самое значительное изменение в своей жизни хотела бы совершить как я понимаю это для наташи для наташи а какой наташа хотела все верно все поговорили да не надо мне помогать какое самое значительное изменение в своей жизни хотела бы совершить наташа нос бы хотела сделать нос она всегда говорила про это окончательный ответ ну либо переехать куда-то к самое значительное изменение значительные мы проебали стали у вас два балла но я не знаю регаем нос она очень много об этом говорила не знаю в алгарде давайте посмотрим а вильный ли это ответ полететь в космос ты понимаешь что это невозможно додуматься для невозможно додуматься вадим но вот сейчас удачи вадим сейчас можно ты сейчас можно реабилитироваться вадим любимый клип наташи музыкальный вадим 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 вы знаете любимого исполнителя или исполнительницу наташи ладно я не знаю я не знаю что трекать ну давай плохой парень таблетка зарегаю давайте попробуем плохой парень таблетка мне ничего в голову не приходит хорошо любимый клип наташи давайте проверим карди би чё-то там блять ну во первых я просто английском не вспомнила как наташенька наташенька спустя спустя 7 вопросов вы заработали два балла так откуда два балла а вадим все-таки ответил несколько на ваши вопросы и теперь и теперь право ответа на вопросы переходит вячеславу и екатерине вы готовы а в алгорде я же правильно понимаю да правильно вячеслав кем мечтала стать катя в детстве актрисой актрисой давайте проверим в алгорде хотела ли катя стать актрисой в детстве актрисой певицей и ветеринаром но ладно актриса первый и тут первый и там первый поэтому один балл можно засчитать давайте следующий вопрос следующий вопрос звучит так самый запоминающийся день рождения кати странно если он вообще не со мной был типа я его блять не знаю нахуй это который вы проспали может быть как вы думаете вячеслав какой то может быть может быть последний который вы для не устроили бля ну пусть будет последний последний то есть сколько я исполнилась или 22 года возможно это был самый день рождения то есть последний день рождения 22 года в гостей не в месяц 18 лет и тот что был пару месяцев назад так екатерина прочитайте пожалуйста название вопроса самые запоминающиеся день рождения кати не самые запоминающиеся я сейчас послушал наташи послушал раунд кати и блять как я рад что вот есть женщины блять спасибо им за все блять это просто гениально так подожди так подожди тут два ответа тут сложно сказать мне никто не сказал что должен был быть один я тихо 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 так я сказал хотих искал в одном варианте ты сказал в одном варианте искал что может написать 3 смотри я пишу а может несколько ответов в одном вопросе если он один вы так говорить микрофон пожалуйста екатерина пожалуйста не надо так говорить вадим вы когда меня позвали сегодня ведущим вадим вы сказали да это изи будет ничего страшного здесь а здесь ну давайте хорошо вадим и наташа если вадим и наташа если вы сейчас подтвердите правильный ответ славы мы его зарегаем если нет то нет как мы-то ну а как ну а как в следующем варианте три варианта ответа выберет просто по одному или волгарди выберет просто по одному и будет регать один самый первый просто и все так будет честно идет хорошо эти вот смотрите смотрите например у нас в предыдущем была актриса и актриса была первая открытся вот здесь у нас то что были пару месяцев назад он второй значит 18 лет это уже не поэтому этот мы не регаем екатерина вы сама виновата уж простите какое самое главное качество катя любит мужчинах но их три в числа чтобы за базар ручались честность можно сказать честность хорошо тогда давайте проверим честность если она будет первым и засчитываем бал первым у нас находится упорство чувство юмора и доброта мы красивый стример по мнению кати возможно их несколько я не знаю это я это выберет вячеслав регаем сразу вячеслав бустеренко какой слава хорошо таксак вячеслав бустеренко сокращен как слава очим окей а слава как называет духи которыми катя пользуется кто еще раз tom ford давайте проверим tom ford out уд войны 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 замечательно 32 вы вырываетесь вперед следующий вопрос как бы назвала катя своего будущего ребенка скопировали дальше возможно совместно вообще в душе не пусть будет пупе я даже не знаю твою мать как надо нужно быть екатерины Нет, Ватим написал, говори два ответа. Да я в одном сказал, в одном. Я думал, в одном варианте, хотя с первым только. Хорошо, Екатерина, секунду, секунду, Екатерина. Что в ответе? Два имени или что в ответе? Ну, Слав, отвечай. Нет, подождите, подождите. Да нет, подождите, Слава ответит, а потом уже это. Вячеслав, мужское имя какое-то, кроме пупа. Максим. Максим, давайте проверим. Максим, девочку куша. ХЗ не думала, как девочку назвала бы. Соня тоже прикольно. Замечательно, Екатерина. Максим, засчитывай. Жалко, что не хулио какой-то, пиздец, блядь. Моя бы хулио написала. Хорошо, что не пуп, Вадим. Хорошо, что не туалетная бумага. Вячеслав, вопрос следующий. Любимый праздник Екатерины, кроме дня рождения? Издос, блядь, что это? Какой? Так твой день рождения, Слав, блядь, очевидно. Это он тебе подсказывает специально. Неправильно. Новый год, блядь, я не знаю. Пусть Новый год будет. Это что, я даже рада, что ты родился, но у меня другой. Либо Новый год, но пусть Новый год будет. Пусть Новый год, Вячеслав. Давайте проверим, Новый год ли любимый праздник Кати. Верно, Вячеслав. 5-2. Логика присутствует тут. Логика присутствует. Логика присутствует. Типа Новый год после него, старый год, Рождество, Пасха. Так, теперь у нас, Велгарди, у нас теперь вопросы снова. Сука, я себе знал, что ты так писал, а я бы тебе нахуй. Да, Наташа, вопрос для вас. Во сколько лет Вадим... Во сколько лет Вадим первый раз запустил Counter-Strike? В 2015-м. Это, кстати, очень сложно. Во сколько лет, Наталья? А-а-а. В 2015-м лет. Не, не. Это очень сложно. А, запустил КС, но КС появился, по-моему, в 2010-м, нахуй, я не знаю. В 99-м. Нахуй, я нахуй. Сейчас помню. В 2010-м будем в 2010-м. Подожди, КС... Кстати, это очень сложный вопрос, пиздец. Так, Наталья, подождите, соберитесь. Давайте мы с вами расставим точки над И. Когда Вадим первый раз запустил Counter-Strike? Это самая первая версия и самый первый его игровой сеанс. А там два ответа. Подождите, сейчас сколько Вадиму лет? Один. 25. 25. 26. 26. 26. 26 лет. 26. И первый раз Counter-Strike, как вы думаете, когда он запустил? Ну, лет в 11, не знаю. Игра Counter-Strike, я вам подскажу, вышла в 2002-м году. В 2012-м вышел Global Offensive. А сколько лет было, посчитайте. Минус 20, простите. 6 лет ему было. 6 лет мне было, когда рано вышел. Ну, я думаю, в раннем возрасте. В очень раннем. Ну, где-то вот от 7 лет до 10, я думаю, вот так где-то. Разброса нет, Наталья, нужен возраст. Хорошо, 8 лет. 8 лет. 8 лет. В первый раз запустил Counter-Strike. Да, второй, третий класс где-то, 8 лет. Тейм, Наталья, к сожалению, ложки. Ну, это очень сложно. Это сложно, но вы были очень близки. Вы были очень близки. Я хотела 8 или 7 лет. Хорошо. Не, ну это... Наталья, как вы думаете? Это, кстати, очень сложный вопрос. Макарошки с сосисками. Макарошки с сосисками. Даже вопрос читать не будем. Давайте проверим. Естественно, это самое... Макароны с сосисками. Я все о нем знаю. Я все о нем просто... Наталья, кто лучше готовит макароны с сосисками? Вы или мама Вадима? Мама, конечно, мама. Любимый цвет волос у Вадима? Вы все о нем знаете, Наталья. О, кстати, тут я тоже тупо написал, как ты написала. Не, хотя не, нормально, я что, охуел? Я нормально написал. Это туалетная бумага. Темненький, блядь, темненький. Нет, Наталья, погодите. Темненький не так не работает. Нужен цвет волос. Алексей, а вы зарегаете, Алексей! Темноволосы, темненький. Алексей, а вы зарегаете. Хорошо, темный цвет волос зарегать. Регают темный цвет волос. Поехали. Темный. Темненький! Нихуя ты ответила прям темненький, блядь. Все, они друг друга знают. Я понял, они друг друга знают. Потому что это светленький, но не люблю. Там всего два варианта ответа было. Либо темненький, либо светленький. А там года были. Скорее всего так. Нет, нет, нет. Там много же было. Рыжие всякие. Наталья, как вы думаете, любимая песня Вадима? Ну, кстати. Наверное, это что-то из рэпа. Ну, кстати, это легко. Мне кажется, много бы людей угадало это. Факт. Фэнди, блядь, какой-то, я не знаю. Рахим, нахуй. Ну, либо обладает, но я не помню у них название. Либо вот этот чел, который быстро читает. Я тоже не запоминала, потому что он мне бесит. Он мне не нравится. Песня на чел, который быстро читает? Нет, он его наизусть прям, типа, знает. Вот либо вот обладает, я думаю. Ну, давайте выберем. Либо обладает. Ну, я не знаю название песни. Типа, я... Там формула, может быть, формула. Формула? Формула обладает. Формула обладает. Давайте проверим. Формула обладает. Да нет. Это мамбл, конечно, пиздец. Гон флат. Я пиздец, я миллиард, миллиард раз ее пел. Просто миллиард раз. И миллиард раз говорил, что это самая любимая игра. Вадим, а вы не все знаете про Вадима. Давайте проверим дальше. Любимая игра Вади. Не онлайн. Это значит, что она... Симулятор кейсов, блядь. Если что, если что, тут один вариант просто. У тебя есть только игр. Единственный вариант оффлайн игры. Единственный. Одиночная, правильно я понимаю, Вадим? Да, единственная. Одиночная игра на прохождение, Наталья. Я не знаю, Бен, блядь. Кто? Бен. Бен? Если что, чтобы вы понимали, вот она сейчас отвечает, она 100% знает правильный вариант, и он единственный. Наталья, давайте подумаем. Да, играешь онлайн. Ну вот когда-то он играл... Подожди, а на плойке, Вадь, на плойке? Тут еще важно понять, но он не может тебе отвечать. Я не могу тебе подсказать. Тут важно, знаешь, чтобы Ваня... Ой, блядь, Ваня. Mortal Kombat Online. А так может и оффлайн играться? Вот, важно, чтобы было понимание, типа, в игре вообще нет онлайна? Вадим, в игре вообще нет онлайна? Смотря в какой версии, типа, я не знаю, как это есть. Хорошо, у этой игры несколько версий. Я понял, походу. Да. Это игра на прохождение, Вадим? В одной есть онлайн, в одной нет. Да, да, да. Это игра на прохождение? Да, да, да. А, Наталья, это игра на прохождение. В одной есть онлайн, в другой нет. Скорее всего, это одна из частей GTA. Ну, не буду вам подсказывать, какая есть. GTA он не любит. Тоже, я GTA ненавижу, нахуй. Все, тогда не GTA. Тише, тише, тише. Смотрите, единственное, которое оффлайн игры, он играет. Бравл Старс, это давно ушедшая тема, которая онлайн. Mortal Kombat, FIFA, блядь, которую он тоже позабыл уже. Это онлайн пока. И все не на прохождение. На прохождение? Ну, алигер на прохождение назвала. Ну, в Мортале есть, конечно, компания. Наташа, давайте так, Наташа, давайте так. Вы когда были у Вадима, жили вместе, а наверняка видели какие-то либо диски, либо какие-то игры. Я тебе клянусь, Алексей, он заходил в App Store, качал вот так все игры подряд и играл во все. Ему похуй было вообще, что играть. Он просто, вот знаешь, он симулятор кейсов скачал. Просто открывал кейсы, блядь, он в них донатил, которые ничего тебе не дают. Ничего, зато я самый лучший был. Подождите, донатил симулятор кейсов? Пока все лохи открывали дешевые кейсы, я сразу, блядь, максимально ебашил, блядь. Слав, а что ты говоришь, что ты вообще с телефона Казик крутишь? Ну, извините, там можно деньги выиграть в Казике. Да, можно, только не в нашем случае. Екатерина, у вас дом говорит. У меня бывает такое в игре, что я захожу до ночи даже не играю. Диабло, это тоже онлайн? Диабло есть, кстати говоря, в офлайне, одна из частей, а есть одна в онлайне, возможно, это тот вариант, который вы думаете. Пора отвечать. Давайте, пора отвечать, давайте решим. Пусть будет Диабло. Пусть будет Диабло, давайте проверим, Диабло ли это. Ебать, я не знаю, как ты пришла к этому. Единственная игра, до этого я играл в Герои, а потом Диабло. Две игры, нахуй. Ну, у меня в Варкрафт еще в Главе был. В Главе будет Диабло. В Варкрафт, так в Варкрафт онлайн можно играть. Вадим, вопрос для вас дополнительный. Вот когда я пришла про версии, я уже... Когда будет Диабло 4, Вадим, будете играть? Буду, конечно. Мне ремастерят понравилось, очень пиздец. Я даже ради тебя еще Диабло скачала. Говорю, давай вместе играть. Ты такой, ну типа... О, если ты тут ошибешься, мы расстаемся. У нас следующий вопрос, в котором, если вы ошибетесь, на кону ваша семейная жизнь. Машина, которая нравится Ваде больше всего... Из своих? Вообще. Из своих, блядь. Из твоих, блядь! Нет, Наталья, вот давайте представим в целом. Все машины в мире, и из этих машин какая Вадиму нравится больше? Блядь, это... Он, знаешь, видит любую машину и говорит, ебать, она охуенная. Я тебе про нее все мозги выел, нахуй. Просто про эту машину. Давайте вспомним, Наталья. Все мозги, блядь. Не Феррари. Не Феррари. Не Порш. А, Ламборджини что-то, с Ламборджини. Ламборджини... Можно просто модель назвать, как я понимаю, правильно, Вадим? Ламба. Может быть, Ламба Урус. Нет. Я написал... Я написал полное название. Полное название. Ну, если она, например, назовет Феррари, это будет правильно считаться? Я имею в виду, что... Нет, блядь, там полное название. Хорошо, полное название. Вам нужно полное название, Наталья. Так, ну... Блядь, это что-то вот между Ламборджини, точно. Между... Либо... Либо... Можно... Я чисто для себя. Между Ламборджини, это как? Ну, между Ламборджини и... Попытаюсь вспомнить модель машины, еще одну, о которой ты мне говорил. Вячеслав, Вячеслав, а если бы вы отвечали на этот вопрос, вы бы ответили? Это Rolls-Royce. Это тоже за ответ. Rolls-Royce. Фантом, может быть? А и разница есть. Ну, видите, Вадим полностью написал название машины. Подожди, хорошо, не Rolls-Royce, значит. Вячеслав, вы не знаете любимую машину? Бля, я бы охуелся, Вадим. Это тоже несколько вариантов. Несколько вариантов, хорошо. Ну, вот ему пиздец, как нравился Rolls-Royce. Rolls-Royce. Вот Урус. И еще вот... Которая гончая, пиздец. Я вот не могу вспомнить, как это было. Гончая. Макларен, может быть? Нет. Не Макларен. Так. Может быть, Audi R8? Нет. Нет. Дальше что? Может, штатская гончая? Может быть, Bugatti? Bugatti. Как звучит? Bugatti-Sharon. Точно. Bugatti-Sharon. Мой, да. Мой ответ Bugatti-Sharon. Волгарди, давай проверим. Bugatti ли это Широн? Bugatti-Sharon. Lambo-Urus, Наталья, вы были близки. Я говорила на Lambo-Urus! И что ты не давала? Мы не зарегали его, Наталья. Я тебе пиздец. Просто миллион раз говорил, что я ехал в Одессу покупать себе Lambo-Urus, но ее не было. Наталья, ну ничего страшного. Она уехала в Европу. Я думал между... Между Порши... Между Порши, вот этим купе и Lambo-Urus думал. Да, но... И она уехала. Я тебе сказал, что я типа... Ну, я подумал, что я не буду. Она потому что уехала в Европу. Наталья, вопрос следующий. Кем бы был Вадим... Когда я сказала Lambo-Urus, ты сделал вот так. А что ты смотришь на стриме? Вообще-то ты, я когда Rolls Royce... Я просто смотрю вверху смотрю. Rolls Royce, когда ты сказала, я сделал вот так. Ну, я не знаю, у меня задержка. Я просто на тебя смотрю. Наталья, хорошо, забудем про предыдущий вопрос. Теперь это точно Lambo-Urus. А мы идем дальше. Кем бы был Вадим, если бы твича не существовало, как и стриминга в целом? Ну, тут нет шанса догадаться, кстати. То есть, кем бы он работал, либо кем бы он стал, чем бы он занимался? Это, интересно, по специальности? Ну, кем бы он работал, назовем так, например. Может быть, он работал бы... Это очень связано с тем, что я люблю. С тем, что... Ну, я правильно понимаю, Вадим, здесь вы профессию некую заподозрили? Нет. Ну, это можно считать профессией или нет, я не знаю. Ну, вы бы работали где-то, правильно? А, ну, я думаю, что можно. Это же прям там серьезно все, да? Ну, я не знаю, там уж как понять. Наверное, можно, Волгарды? Это точно не хобби. Это точно не хобби. Давайте, Наталья, это профессия. Кем бы был Вадим, если бы не стриминга? Это профессия? Нет, я думаю, что это очень сложно. С тем, что я люблю больше всего. Ты бы стал кейсом в ХСке, блядь. Я открывался бы сам. Разработчиком приложения не могиле. Я думаю, киберспортсменам. Киберспортсменам. Давайте проверим. Киберспортсменам. Наверное, но... Я бы стал гонщиком, ебать. И делал бы к чау. Хоть раз. А я тебе когда-то говорю, что я киберспортсмену хочу стать? На гонщи, на гонщи машине. Ну, у тебя способности есть, все возможности. Да, блядь. Гонщиком, Наталья, запомните, пожалуйста. Ты мне никогда не говорил, что ты хотел бы гонщиком быть. Гонщиком? А то, что я тебе говорил, что я хотел бы где-то поездить. А у нас... Знать самогон, нахуй. Поездить. То, что ты любишь ездить, это не значит, что ты был бы гонщиком. Наталья, я вас поздравляю, вы ответили больше, чем Вадим. Про вас, вы заработали 3 балла и выровнялись с Вячеславом и с Екатериной. 5-5. Вопросы для Екатерины, простите. Галявый, ебать. Любимый напиток Славы, Катя. Господи. Я знаю, что... Слав, тут есть какой-то прикол? Ну, как прикол? Я бы не назвал бы это приколом. Ну, ты воду любишь? Воду, блядь. Напиток, блядь. Вы понимали, просто я очень мало... Я сам сделаю еще не поезды, исходи, блядь. Наша вода, сэр. Я знаю, что он часто мохито заказывает. Часто заказывает безалкогольный мохито. Да, безалкогольный. Но... В общем, есть еще просто лимонад, который он тоже очень любит, там, с маракуйей. С маракуйей, так. С малым хулем, блядь. То есть как бы есть два напитка, которые он пьет. Это мохито и вот этот лимонад. Давайте выберем между лимонадом с маракуйей и мохито безалкогольным. Катя, хочешь, я тебе подскажу? Это костная жидкость. Я у Кати услышал его. А я на стриме. На стриме звук залагал, кстати, да, почему-то. Славы, да, у тебя не было слышно, а у Кати было. Екатерина, давайте. Лимонад с маракуйей или мохито? Пусть будет безалкогольный мохито. Давайте проверим. Холодный чай, Екатерина. Ну, айсти, типа, айсти. Ну, айсти, липтон, айсти. Он же очень часто пьет эту хуйню. Екатерина, идем дальше. Следующий вопрос. Как зовут родителей Славы? Давай, не обосрись нахуй. Татьяна и Андрей. Татьяна и Андрей, не будем останавливаться долго. Проверяем сразу. Замечательно, тут даже я знал. Идем дальше. Во сколько лет Слава первый раз подрался? Не с вами, а в принципе. Я поняла. Это была кадетка. Сколько тебе было? Кадетка? Ой, я помню историю из кадетки. Кадетки, да, постоянно дерутся. Ничего не могу сказать. Блядь. Ничего не может. Я понимаю, что ты не можешь сказать. Ну, ебать, мне кажется, кадетка, это сколько лет тебе уже было, пиздец. Ты явно раньше подрался. Ты переходил из школы в школу, по-моему, это было тебе лет 13. Вы думаете, что это 13 лет, Екатерина? Да, но мне очень плохо. Вот я в своей хронологии путаюсь, а тут извините. Тебе очень плохо. Вам очень плохо, вызовите скорую, Екатерина. Можно начало вызвать малышку. 13 лет, давайте проверим. Да не, я думаю, там мало лет должно быть. 11. 11, ебать, у меня нахуй лет 5, блядь, первая драка была. Не, ну я, я имею в виду серьезность. Ну это лютая такая, до первой крови. Да ебать, у меня в пятом, нахуй, в 5 лет лютая была. Серьезно. Запасочку пиздец. А, Екатерина, когда он, он же тогда кейсы убивал, когда у тебя был рекорд онлайн на вот этот стрим. Вы уверены, Екатерина? Мне кажется, это другой стрим. Да, 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 он убивал кейсы. Блин, что-то ты, Леша, меня сейчас вообще вот. Самый запоминающийся стрим Слава. А может это марафон? Нет, это будет тупость. Стримхата. А возможно это 127 тысяч онлайна, когда был шоу-матч против Virtus.pro? Или стрим, где хуесосили не как лая, 155. Мне кажется, что у него в этот момент были прям жесткие эмоции, которые... Хорошо, давайте. В стримах я не видела, поэтому, может быть и не так, но я считаю, что один из правильных ответов. Какой? Ну вот то, что я сказала про... Трим с открытием кейсов. Да. Нет, я только оставлю, что стримхата должна быть. Трим с открытием кейсов, проверим. Как вообще, блядь, стрим с открытием кейсов? Больше ничего. Шоу-матч или стримхата? Больше ничего. Вспомни, когда мы жили... Не, ну там два варианта было. На старой квартире, как ты орал. Я помню, к нам еще полиция приехала, потому что ты громко орал. Да, Катер Крафта. Да, полиция приехала, когда я за рулем ехал, блядь, на руле. В Рэкфест играл. Слав, ты был такой счастливый тогда. Ты был твой первый, и ты был твой первый высокий... Ты был такой счастливый, Слав. Нет, нет. Самый высокий рекорд. Хорошо, ну здесь у вас, конечно, вопросы... Бля, ну, кстати, ебаный дисбант, хуесос, блядь. Ты реально такие два вопроса поставил, блядь. Представляете, самая красивая стримерша, по мнению Славы. Я не знаю, это фрибалы какие-то. Пиздец, блядь, дисбант. Екатерина, ваш ответ. Блядь. Я надеюсь, что это написано, блядь. Надеюсь, да. Якадзе, давайте проверим. Сука. Блядь, ебаная халява, нахуй. У меня туалетная бумага, блядь. Вопрос следующий. И любимые кроссовки, Вячеслава. Халява тоже, блядь. Актуально. Вячеслав очень часто ходит в Уизика. Баленсиага. Баленсиага. Да я тоже думаю, Баленсиага. Хорошо, любимые кроссовки, Вячеслава. Давайте проверим Баленсиага. Это верно. Баленсиага, все верно. 8-5. Последний вопрос для Екатерины. И переходим ко второму раунду. Главная мечта Славы. Даже я, мне кажется, знаю. Ой, блин, сиди. Я тут тоже знала, какая машина у Вадима. Тоже мне тут сидят. Даже нет. Я вообще-то знаю на 100%. Да, да. У него в Борь напишу. В Борь мечтаются. Мечтаются. Драка. Драку, извиняюсь. Меняются. Сейчас я напишу. Выбирай себе. И потом тебе перешлю. Самая главная мечта Славы. Словить Максим по 1000 рублей в ставке. Все. Я написала Кате себе вы избранное. Я потом перешлю. Я знаю этот ответ. Хорошо. Екатерина, как вы думаете? Я не говорила. Мне он постоянно разное говорит. Как вы думаете? Главная мечта Вячеслава? Там настоящая. Настоящая мечта. Настоящая мечта. Не просто цель какая-то. Что-то такое, как будто бы нереальное, Екатерина. Тройничок. Что? Может, он тоже полететь в космос хочет? Наталья, сто процентов. Кстати, он говорил об этом, что хотел бы полететь в космос. Хотел бы полететь в космос? Да, но... Но это не ваш ответ. Но он правда хотел. Но он правда звал это мечтой. Хорошо, давайте попробуем. Нет, 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 подожди. Нет, не попробуем, хорошо. Нет, 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 нет. Блин, а там что-то конкретное или достаточно абстрактное? Я думаю, там что-то конкретное. Стрим с Дрейком по Казику. 22 миллиона долларов деп. И по аляму ставка. И чтобы он не задепал. И я все проебал к концу стрима по итогу. И кальян покурил еще у него. И застрелился, скорее всего. Обсуждаем. ГТРП. Угрей, угрей. ГТРП, ДРП, конечно. У меня сервер есть. Какой слава у вас? Маджестик 4. Понял. Екатерина, время заканчивается. Ну, так. Как это заканчивается? Сейчас. Ну, у нас одно ограничено. Я знаю, что для него очень важна карьера. Так. Ну, есть вариант, конечно, что это что-то связано с семейным очком. Главное, мечта Славы стать титаном. Все просто. Он выпил костную жидкость и ездил. Так и Рома пишет. Да, мы уже видели это. Он уже скинул нам сначала, потом Бэм показал. Все хорошо, ребята. Карьера в чехе. Слав, так это хочешь в жизни? Или это просто как бы... Ну, это вот, это... Да, задавай вопросы. Я не могу отвечать. Потому что есть разные. Я знаю, что, например, он мечтал полететь в космос. Но это же очевидно, что он не полетит в космос. Подождите. Подождите, это мечта. Она может никогда в жизни не сбыться. Она будет тебя все время, так скажем, вести вперед. Пора отвечать. Пора отвечать, Екатерина. Пишет, можно тачки посмотреть, пока вы думаете. Три? Да нет, подожди. Долго ребята же думали, подожди. В том-то и дело, времени не осталось. Да давай уже похуй, малыш. Вы все равно выиграли, Катя. Чтобы мама жила вечно. А все, что ли? Главная мечта славы... Первый раунд они выиграли. Главная мечта славы, чтобы мама жила вечно. Проверяем. Да, по сути, этот вопрос... Быть здоровым и все окружение было здоровым. По факту, это считается. Не считается, к сожалению. 8-5 после первого раунда. Слава и Катя выходят вперед. Впереди еще 4 раунда. Давайте смотреть раунд под номером 2. Ой, ты что, расстроился? Не, 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 нормально, все, успокойся. Время брендов и... Сейчас тут пиздец будет. Так, Волгарди. Не отвечай. Волгарди, кто отвечает у нас? Здесь Катя отвечает у нас. Здесь отвечает Екатерина. Екатерина, вам нужно назвать модель и модель машины. Не подведи, малыш, не подведи. Только не помогайте никак. Вам нужно... Да. Ну, говори. Вам нужно назвать и модель, и марку, грубо говоря. Да, закройте сейчас чат, чтобы вы потом не срали, что смотрят чат. Вы? А я тоже отгадываю? Нет, ты нет. Да, вы потом будете. Закройте чат с маленьким сделайте, потому что потом будут поливать грязью всех. Хорошо, давайте начнем с того, что вы знаете. Я не уверена. Вдруг сейчас скажу, что я сейчас не сройду. Вообще, ты думаешь, я все знаю все ваши женщины? Давайте я спрошу первую букву. Не, не, так нельзя. Не, так нельзя. Либо вы отвечаете, либо нет. Кстати, вот этот раунд надо побыстрее проходить, потому что тут 20 картин. Да, Екатерина, давайте долго сидеть не будем, вам дается буквально. Тут 20 и 20, тут 40 картин. Просто если либо вы знаете, либо вы не знаете. Да, мы не на корову играем, малыш. Ладно, я написал себе ответ, но... Но скажу другой, да, логично. Давайте, модель машины. Ну давай же, да кто тебя зашрет, блядь, скажи нахуй! Пора говорить. Я не знаю, что? Вы не знаете. Да. Ну как что, не знаю, попробуй хоть ту, ёб твою, блядь. Ну это как, это наш. Зачем теста, ну... Хорошо. Скажите, блядь! Подождите, хорошо. Это наша, что это наша? Я не хочу, чтобы меня засрали! Ты не хочешь, чтобы меня засрали! Ты не хочешь, чтобы меня засрали, блядь, или что? Это единственный автомобиль. Наш единственный автомобиль. Последних лет, правильно я говорю? Так, Марка? Да. БМВ. Марка и Мат... Ну Марка! Марка! Ой! Лада! Я не знаю, какая. Хорошо, просто Лада. Ну неплохо, это Веста. Да? Это Лада Веста, вы зарабатываете один балл, потому что... Чего ты боишься, блядь? Потому что вы сказали Лада. Нет! Лада, это очень так вот комиссия! Договорите, мы тоже ничего не знаем! Да как вообще нахуй! Что это? Это для Славы, да, Вилгарди? Это, наверное, для меня, да? Либо Бустирун. Давайте, Вадя. Давайте, Вадя, давайте по очереди. Вадим, как называется эта женская приспособленность? Блядь! Я сама не знаю. Проблема в том, что есть такая хуйня, есть фен вот этот, а есть еще другое название. Я помню, как, фен Дайсон есть. А есть, короче, фи... Это Рим, не филер, а как... Это бренд. Я понимаю, да, я так вспоминаю. Короче, вот это... Я знаю, для чего это. Это для волос крутить волосы. Так. Закручивать волосы. Так. Ну, как она называется, блядь? Она может вообще... Потому что я поменяла. Божди, блядь. Я не помню, как... Я помню, что ты поменяла фен на вот эту херню. Но я не помню, как она называется. Не филер, а, блядь... Сука, я ебала в жопу гадюку, нахуй. Эм... Выкру... Выкручиватель, блядь. Я не знаю. Но это для того, чтобы крутить... Выпрямитель? Выпрямитель волос. Не, не выпрямитель волос. Но это может быть... Вон, может быть, выпрямитель. Но прикол в том, что... Закудрятель? Нет, прикол в том, что она называется как-то, типа... Триммер, фли... Фильмер, флирмер, фильмер... Фрейм... Фреймтеймер! Короче, ладно, это для того, чтобы... Ладно, я не знаю, как сказать, Это универсальная хуйня для того, чтобы... Волосы крутить, выпрямлять... Короче, всякую такую хуйню делать. Ну, это скорее всего... Ну, как называется, вы точно не можете сказать. Ну, точно не могу сказать. Но я один балл по-любому получил, потому что это правильно. Тут вопрос, Волгарди. Да, ну, мы... Один балл получит. Да, один балл получит. Один балл получит. Хорошо, давайте посмотрим, что это. Тривер. Ну, ладно, регай, похуй, я не помню. Это... Стайлер. Воздушный стайлер для волос. Ебануться, нахуй. Бля, меня что же это ждет, пиздец. Это Наташа. Наташа. Вопрос для Наташи. Наталья, вам нужно назвать марку и модель машины. Еще легче, нахуй, чем у нее. Ну, ладно, нет, наверное, легче. Ответов не видно. Ну, мы их говорим, поэтому ничего страшного. Ну, Тойота, наверное. Тойота. Ну, красненькое что-то на этих дисках, ебану. Так. Как вы думаете? Тебе перед ничто не на меня... Ламборджини Урус, он не напоминает. Да. Ну, такой Ламборджини Урус защита. Наталья, давайте определимся на одном из вопросов. Ответов. По дискам. Пусть будет Тойота. Пусть будет Тойота. Просто Тойота, да. Я не знаю, потому что... Без модели, правильно? Только марка Тойота. Хорошо, Тойота, давайте проверим. Практически. Лексус РХ. Это Лексус РХ. Практически. Не, я не знала. Идем дальше, вопрос для Вячеслава. Это было близко, кстати. Вячеслав. Вячеслав, что это? А, не знаю. Усисти. Ватя, ты знаешь, что это? Странная какая-то фотка, да, Наташа? Ну, у меня есть вариант только один. Ну, нормально. Это на нос что-то. На нос, вы уверены? Я тебе рассказывала о Вате об этой штуке, кстати. То, это нос... Ну, этот, как его... Спонжик, пусть будет спонжик, наебану. Я не знаю. Спонжик. Давайте проверим, спонжик ли это. Я охуел вчера, когда узнал. Так. Это тампоны гигиенические для занятия сексом... Это тампоны. Я не знала. А, для занятия сексом во время месячных. Не, я не знал, что это. В смысле, я тебе говорила? Я думала, что это как в камушке. Я тебе говорила, Вадь, там такие тампоны... Я думал, это надо ногти так делать, ногти так делать, чтобы они ровные были. А я думала, это массаж делать, синица. Так, ну чё. Екатерина, вопрос для вас. Что это за... Да, так давайте так как-то быстро, типа, думать. Марка и модель машины. Ну, это какой-нибудь старый, не знаю, фиг знает, но по решетке похоже на какой-нибудь Land Rover, на фиг его знает. Так. Какой-нибудь старый. Ну, пускай будет Land Rover. Пускай будет Land Rover, но это Subaru. Это Subaru, да. Давайте дальше. Это Subaru. Ну, по решетке похож, согласитесь. Не, не похож ни какой. Согласен полностью. Вадим, вопрос для вас. Что это, Вадим? Да, конечно. Это под глазами. Да, даже я не знаю название. Ну, хотя бы для чего? Ну, для того, чтобы не было синяков под глазами. А патчи вы это думаете? Я не знаю, родненький. Солнышко. Ну, под глаза обычно клеят патчи. Ну, патчи, наверное, да. Вадим, это не патчи. Ну, понятно, что не патчи. Он же название сказал, он бы не говорил название, блядь. А, он же не знает ответ. Так, всё, время. Давай, похуй, патчи под глаза. Я не знаю, правда. Патчи, давайте проверим. Губка для макияжа. Да ну ладно. Да ну ладно, вы рофлите. Я миллиард губок видел. Миллиард губок видел для макияжа. Что вообще нахуй за губка? Я знаю только спонжбоба, блядь. Если вы хотите какие-то женские вещи, добавьте, спросите у нас, блядь. Хорошо, Наталья. Спрашиваем у вас. Назовите, пожалуйста, марку и модель машины. О, наверное, это тоже без шанса, да? Мы этим вообще не пользуемся. Я, кстати, тут тоже могу ошибиться. Ты знаешь, что это точно? Да. Я предполагаю. Наталья, попробуйте. А я должна? Да, да, ваша. Если Наташа не скажет, я скажу. Ну это джип какой-то. Спасибо, Наталья. Макияжа. А я тебе напишу, ты точно знаешь, я тебе напишу. Я не знаю. Джип, он и есть джип. Один джип. Это оно? Ну почти так написал. Ну какие есть джипы? Нет, нет, это чё, это вообще для меня сложно. Не, первый раз вижу. Пусть, пусть будет джип. Пусть будет джип. Давайте проверим, джип ли это. Чё ебать. Вольцваген, Амарок. Я думал, это Митсубиси как будто, блядь. Но это перед. Похоже на Вольцваген, наверное. Так, это вопрос для Вячеслава. Вячеслав, как вы думаете, что это? Вячеслав. Никто никогда из девчонок этим не пользуется. Вообще какие-то странные очень вещи. Какой таракан. Не пиздите. Блядь, похоже на жука. Вячеслав, просто как вы думаете? Что-то для пизды, наверное. Блядь, почему все женские вещи выглядят как для пизды, блядь? Вы думаете, что это что-то для вагины? Так. Ну ладно. Ну пусть будет что-то с ресницей. Выпрямитель ресничек, блядь. Выпрямитель ресничек. Давайте проверим. Что за вред? Прибор для выщипания и удаления волос ниткой. Никто этим не пользуется. Вообще в жизни не видел. А Екатерина, вопрос для вас. Что это? Потому что вы отвечаете с вопросами на машины, а ребята отвечают о ваших принадлежностях. Что это за марка и модель? Это, кстати, очень популярная машина. Очень популярная. В таком, да, сегменте типа. Она стоит где-то тысячи четыре долларов, наверное. Екатерина, как вы думаете, что это за модель и марка машины? Может, я опять не понял. Что это никого не надо. Пофиг, пусть будет Тойота. Я не знаю. Пусть будет Тойота, но это Ауди, понятное дело. Давайте дальше. Ой, понятное дело, Алексей. Ну, я имею в виду, что... Блядь, я знаю, что это. Ой, подожди, подожди. Так, вопрос для Вадима. Я знаю, что это наступать ножками нужно. Это для пяточек. Можно, вот после того, как он даст свой ответ, я тоже назову свой ответ. Не всегда для пяточек. Потом мы увидим правду. Для спины можно ложиться на эту штучку. Можно, да. Все верно. Еще можно взять и по лицу ударить кому-нибудь. Нет, это нельзя. Можно садиться попкой. Тоже. Зачем? Зачем? Как будто для... Кто-то в курсе, что это не женское? Ну да, это... Вячеслав, уже... Проблема в том, что... Я не знаю, что это. Это для кожи. Для кожи что-то. Может, разгоняет кровь как-то, типа. Я хуй его знает сказать. Но вы не знаете, как это называется. Да, я скажу, да, я скажу. Так. Аппликатор Кузнецова, нахуй. Аппликатор Кузнецова. Вы хотите, чтобы Вадиму засчитался этот ответ, Вячеслав? Так, нет. Ну, у меня один балл же засчитается. Я же правильно сказал, для чего это? Нет, это... Это, знаешь, для чего? Это для того, чтобы травмировать кожу и, типа, невротическую систему фокусировать. Массажный коврик. Ну, я все правильно сказал. Это хуйня. Это не страшно. Я еще и правильно сказал, так что не пиздь, ребят. Да, на самом деле можно засчитать Вадиму. Два балика давай мне, блядь, когда я все правильно сказал. Ну, не два, один можно засчитать. Массажный коврик, хорошо. Вот нахуй. Наташа! 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 Наташа, не знаю. Марка и модель, Наталья. Хоча бы Марку. Блядь, родничок, пожалуйста, нахуй. Не понимаю. А, не знаю. Наталья, как вы думаете, что это может быть? Давайте выберем из нескольких вариантов. Накидывай пару вариантов, пожалуйста. Кадиллак. Кадиллак. Есть один вариант. Так. Еще один. Я не знаю. Ну, хотя бы любой. Давайте выберем из двух. Кадиллак первый, а второй... С пробегом, блядь. Как еще раз? О, господи. Автомобиль с пробегом, блядь. Модель на марках. Это что-то старое. Так. Очень старое. Очень старое. Да я не знаю вообще старым моделей. Не боялся. Кадиллак и любую другую. Просто между ними выберем. Что первое на душу? Популярное что-то, пожалуйста. Пусть будет Мерседес. Хорошо. Мерседес и Кадиллак. Выбирай между ними. Мерседес. Мерседес. Давайте посмотрим. BMW. Ничего страшного. Я всегда любила Мерседес. Вячеслав, вопрос для вас. Что это? Почему такие сложные слова? Что это? Что это? Да, я тоже не понимаю. Все самые простые были в первом шоу. На брови похоже. Что это? Не знаю, для бровей что-то? Короче, ну справа какая-то колбочка ебаная. Так. Слева гладильная доска для лилипутов. А вот обратите внимание на вот эти вот... Я не знаю, что это за хуйня, блядь. Обратите внимание на вот это LMS. Как вы думаете, что такое LMS? Ну, это Large, Medium, Small. Размеры, верно. Размеры чего? Как вы думаете? Обратите внимание на эти формы. Ну, это что-то для ногтей, слушай. Это накладные ногти. Какое? Это похоже на ногти, Слав? Ты дурак? Что-то для ногтей. Это похоже? Ой-ой-ой-ой. Хотя, блин, фиг знает, конечно. Давайте проверим. Сама не знает, но ты дурак, Слав. Давайте проверим, Волгарди. Тихо, тихо, тихо. Это что-то для ногтей. Наклейки для устранения нависшего века. Что за нахуй нависшее веко, блядь? Ебать сложно, я ебал, блядь. К сожалению, это не что-то для ногтей. Екатерина. Да я вообще в душе не знаю, что это за... Ой, господи. Вопрос для вас. Это Мерседес старый, небось, да? Это Мерседес. Или нет? А, то есть Алексей вот так вот, да? Стоп-стоп-стоп-стоп. Это Мерседес или нет? Ну, не знаю. Да я, да я, блядь, да бейся. А если знаешь, эпоху, скипай, блядь. Ваша любимая марка просто скажите, мы ответим. Это точно не она, блядь, поверь. Все, давай, доходи. Подожди, давай подумай, давай что-нибудь... А почему ты не думаешь? А почему ты не думаешь? А почему ты не думаешь? Слава, ну подскажи, пожалуйста. Я не могу, извините. Нельзя подсказывать. Екатерина, скажите просто, как вы думаете, как душа подсказывает. Это то, что типа популярная модель, всякое такое. Давайте, как душа подсказывает. Да ничего она не подскажет, она молчит. Ну все, защитывай Мерседес, похуй. Да нет, не Мерседес же. Ну а что? Ну а хуй с ним тогда, блядь. Давайте. Так, ну это... Время. Три. Два. Один. Это... Это, не знаю, Сузуки пускай будет. Сузуки. Это Вульва. Это Вульва В40. Я не знаю, да блин. Ужасно вопросы. Ничего страшного. А вопрос для Вадима. Вадим, что... Давай, Вадь. Что это? Накладные ногти, блядь, какие-то нахуй ебаные, блядь. Точно, вообще для женщин, даже для строителей. Ну, блядь, ну вообще это разметка, это ебаная... Как, рулетка, блядь, ебаная. Рулетка чуть-чуть по-другому выглядит. Давайте посмотрим, что находится на этой наклейке. Шахматы. А, это для морской бой, ебать. А, может это какой-то... Выглядит как скотч, может это что-то клеить? Возможно. А че можно клеить телочек? Вряд ли с этой штукой, но только если что-то заклеивать. Время вышло. Время вышло, Вадим, просто любое предположение. Блядь, ну, ногти клеить, ресницы клеить, я ебу, блядь, жопу вас. Клеить ресницы. Что-то для наклейки. Давайте проверим, Волгарди. Одноразовые формы для наращивания. А чего? Чего наращивания? Ног нахуй. Для ногтей, ногтей. Для ногтей, да. Так я сказал. Но вы сказали в конце все-таки наращивание чего? Ногтей, я сказал. А не ресниц? А ресниц? Нет, Алексей, самое точное. То я потом сказал, как докидку. То есть, а то был основной одет. В один балл я думал. В Волгарде, к сожалению, я тоже услышал ресницы. Игем дальше. Нет, как, ребят, в один балл хотя бы дайте, блядь. Наталья, вот это сложно, если честно. Как вы думаете, что это за машина? Додж. Додж. Или? Не, ну, блядь, сейчас я очковым ставлю, я сказал. Или Феррари. Это что-то американское. Вы можете мне не верить, но я сказал правильно. А потом сказал, типа, докинул просто. Ну, пусть будет Феррари. Для вас, честно. Феррари пусть будет, правильно? Да. Давайте проверим. Феррари. Пантьяк, блядь. Ламборгини. Ламборгини. Миара. Старая. Да, старая Ламба. Ну, ничего страшного. Она же не похожа на Феррари ни капли. Вячеслав, как вы думаете, что это? У Кати это есть. Массажный ролик. Массажный ролик. Давайте проверим. Для лица. Да. Массажер для лица. Ну, засчитываем один балл. Не вот прям, чтобы... Я ебал, блядь, я в чильце на... Два-два на данный момент. И вопрос для Екатерины. Екатерина, что это за марка и модель машины? Давай, не подведи, Кать. Кия какая-нибудь. Понятно. Кия. Астон Мартин. Или Астон Мартин. Да я не знаю, пошутила. Хорошо. Ну, Кию оставляем? Один из вариантов. Да какие, он же по реакции был, понятно. Хорошо. Я сейчас на слово говорю, я не знаю, я не разговариваю. Хорошо, вы какие вообще модели знаете машин? Давайте вспомним. Я знаю, только те, которые мне нравятся, все. Хорошо, какие. Все пофиг. Какие? Все, не дышите, Алексей. Защитывай Киева, похуй. Тесла, Мерседес, BMW. Мерседес, BMW, что еще? Тесла. Тесла. Хендай. Я отключила в местной тачке. Вы что думаете? Я на автору смотрю. Мы ни в коем случае, мы ничего не думаем, Екатерина. Мы просто спрашиваем, какие машины вам нравятся. Господи. И время вышло. И время вышло, Екатерина. Я не знаю. В голову какая пришла? Первая. Ну, Кия. Кия, давайте проверим. Может, посрать. Мазда 3. Ну, фиг. Вы слышали про Мазду? Я обычная Мазда. Да слышал, но я не собираюсь. Вадим, вопрос для вас. Как вы думаете? Я тебе очень легко это знаю. Как вы думаете, Вадим, что это? Я тоже не знаю, что это. Ну, тут мне кажется, легко просто здесь добавляется этот фонарик. На колпачок ручки походят. А, все, понятно. Я не знаю. Щипать, блядь. То щипать? Волосы щипать. Ну, типа щипатель для волос. Волосы именно? Ну как они называются? На голове волосы или что? Нет, ну эти, блядь, брови ебучие, блядь. Щипать брови. А как? Выщипыватель бровей. Для бровей. Давайте проверим. Может, какой-то огненной, блядь. Пинцет с фонариком. Вадя прав. Так пинцет, это же оно и есть. Ну, хорошо, Вадим, вы прав, не переживайте. Все замечательно. Можно выщипать и брови. Мне еще за предыдущую, блядь. Нет, нет, 4 вам накинули, все замечательно. 4, 2. Предыдущая ушла в небесе. Это Наташа? Наташа? Тише, 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 тише. Все, пожалуйста, тише. Пожалуйста, все замолчите. Наталья, что это за марка и модель машины? Хороший вопрос. Никто не подсказывает, и тишина. Это Мерседес. Это Мерседес. Купе. Купе. Какая у Вади Мерседес? Какая у Вади Мерседес? Сэшка, по-моему. Мерседес, купе, Сэшка. То есть, Мерседес выглядит так. Ну хорошо, я вас мучить не буду. Марку вы не знаете. Э, модель вы не знаете. Подожди, Алексей. Хорошо, давайте попробуем с моделью. Не знаю, что это. Не знаю, что это. Это Мерседес. Так. Марка есть. А модель? Там есть Е, Ц. Е, Ц. Забыла. Ну, если тебе интересно. С, Е, Ц есть. С, С, Е, Ц. Еще А, и Б, и Ц, и Ла, и В. Не, вот это уже не то. Это не похоже на то. Ну, хорошо, давайте мы засчитаем вам Мерседес. Г, Л, Е. А, Ц, 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 Ла. Ц, Ла. Мерседес, купе, Ц, Ла. Проверяем. Мерседес, Ц, 63. К сожалению, вы не ошиблись с моделью, но с маркой вы были правы. Но купешка неплохо была. 5-2. А, Вячеслав, что это? Хорош. Дос вообще. Господи. Пиздец, я в охуе. На что похоже, Вячеслав? Вот первое, что пришло в голову. Ну, рыбий рот. Рыбий рот. Хорошо. А я думал, это хвост рыбий. А если вот представить, представить девушку, и вот она, что с этим может делать? В рот засунуть или пизду. Так. Брат, она может это в рот засунуть для скул? Я, блядь, коте ставлю нахуй. А может быть это какой-нибудь ручной отбеливатель? У меня такая, ну то есть либо пылесос. Так. Насадка. Для рта. Нет, нет, для пола. Ага, так. Либо расширитель рта, чтобы сосать. Факт, блядь, это оно. Расширитель рта. Бля, буду нахуй, это оно, блядь, это для скул. Ну, давайте мы остановимся на расширителе рта, как бы это добавно не звучало. Расширитель рта для скул. Увеличитель губ. Но, в принципе, один балл, я думаю, можно засчитать, Вадим. Как вы думаете? А его в рот не засовывают. А, ну тогда нельзя. Ну, блядь, ну, по факту... Его, ну, прям губы в него типа вставляют. Ну, тогда, простите, тогда без. Тогда без балла. Да, это вам, Екатерина. Кстати говоря, очень распространенная модель. Я в детстве думал, бля, буду, разобьюсь, куплю ее нахуй. Разбил ауди, конечно. Екатерина, как вы думаете, что это может быть? Купил Порше, блядь, ну, по-моему. Такая сейчас на вторую висит за 150 миллионов. Че пиздишь? Кать, я бы подсказала, честно. А, прям фулл новая. Можете первую букву подсказать, я не думаю, что что-то изменится. Ну, не прям фулл новая. Я не имею в виду, я бы подсказала, если знал, Алексей. А, хорош. Хорошо, Наталья, спасибо большое. Стоп, а это, как будто она из этих, нахуй, из такси, блядь. Не знаю, я не знаю. О, реально, в такси есть. Время вышло. Екатерина, любую модель машины, неважно, не переживайте. Вообще, любую. Просто любую. Смотри. Например, на М. Попробуйте на М. На М попробуйте, Екатерина. На М. Что можно на М? Мерседес. Подожди, подожди, что Мазератия, Мазератия, Мерседес. Что ты, что знаешь, на М? Рен. Мак-дональдс, блядь. И? Я не знаю. Все, любое выбирайте. Любое на М выбирайте. Это сложно. Три, два, один. Пускай последний будет. Я не знаю. Мак-кларен. Пожди, это Митсубиси, да? А что, как Лонсер-то стоит 150 миллионов, нахуй? Клинная машина, это же необычно, это эволюция. А почему тогда 150? Себать, брат. Да не, ну не 150 миллионов. Нет, 150 миллионов есть на автору. Это для бровей. Да, это для вас. Ой, для бровей. Для этих блядских, нахуй, ресничек, ебаных, нахуй. Вы думаете, что это для ресничек? Ну, кстати, раз это вижу. Подождите, подождите, есть такой момент. Если вы перепутаете брови и ресницы, то не засчитаются. Алексей, блядь. А это что, разные вещи, блядь? Да, к сожалению, Вячеслав. Брови у вас... Брови. Брови у вас на лбу, грубо говоря. Блядь, ну я не знаю. Брови у вас на глазах. Короче, просто проблема в том, что это просто, это просто, наверное, чухать либо брови, либо ресницы. Ну, просто что? Ну, посмотрите, какие, видите, какие широкие промежутки. Как вы думаете, для ресниц такие широкие промежутки могут быть? Ну, я вот тоже думаю, что странно, как ресницы-то ими делать. Наверное, пусть будет щетка для бровей, расческа для бровей. Расческа для бровей. Давайте проверим. Триммер, может, какой-то. Плойка для завивки ресниц. Какая плойка, это PlayStation, блядь. Никто таким не пользуется. Спросите нас в следующий раз у девчонок, блядь, хотя бы. Наталья, спрашиваем сейчас. Марка и модель. Это Жук. Это Жук. Вольцваген? Нет. Нет, она Жук, блядь, ебаная. Просто Жук это Вольцваген. Клоканский, блядь. Жук. Вольцваген. Ниссан Жук. Ниссан Жук. А, ну такой вариант тоже возможен. Вы думаете, что это Ниссан Жук? Да, пусть будет он. Давайте проверим. Ниссан Кашкай. Ну, блядь, почти. Найс рай. Хорош, ебать. О, братан, это халява. Вячеслав. С помадой, блядь, для пизды. Ашкульди, нахуй. Вячеслав, посмотрите на сужение с верхней части. Я вижу, я не понимаю вообще. Это, 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 блядь. Для половых губ. Тени, тени, понял ты, блядь? Вставляйте там. А, я поняла, Кать. Кисточка там. Вы думаете, там кисточки? Ну, должна кисточка быть. Но она, наверное, здесь была. Тени. Тени. И вы думаете, что это тени? Блядь, да я вообще хуй знает, не ебу, брат. Ну, что это такое? Ну, точилка, блядь. Я не знаю. Брат, может, это реально точилка для карандаша, который, которым рисуют стрелки? А, ну пусть оно будет точилкой. Точилка для карандаша, которым рисуют стрелки. Давайте проверим. Ебать. Триммер женский для лица, удаление волос. Братан, я честно, я клянусь, я что думал, то и пиздел. Это вот такую штучку в нос засуну. Это кому? Екатерина. Тихо, тихо, тихо. Тише, тихо. Это очень легко. Катюх. Тихо, Наталья, блядь. Екатерина. Это? Кто? Опа. Это Порш. Так, ну, ладно, не буду томить. Хорошо, с маркой мы определились. Модель. Какой-нибудь... Ланос. Ты какой знаешь Порш? Похоже на что, есть, но кто старый. Да какой похож? Еще так не уверенно, блядь. Какой похож? Ты, блядь, скуячит, блядь, если неправильно ответишь. Какой Порш, Екатерина? Типа уже есть. Ну, по-моему, не знаю, что-то не уверен. Это не он. Ну, все, давайте осмотрим. Порш 911, давайте проверим. Какой старенький? Хорош. Два балла, Екатерина. Хорош. Ма... Не мне, Надя, а... Вадим, вопрос для вас. Что это? Давайте прочитаем, что сверху написано. Чтобы вы понимали, вот эта картинка у нас была на своей игре тоже для пацанов. Чтобы вы понимали, никто из пацанов и девочек не знает, что это такое. Это просто вы берете из интернета картинки. Тихо, тихо, мать! Вадим, сверху написано хэппи фейс, счастливое лицо. Хэппи фейс. Похоже на печеньку Орео Ли с руками. Да. Как вы думаете, что это? Женский претерсив. А почему хэппи фейс? Заглушка для пизды, блядь. Потому что, блядь, пацан ебет, пацан радый, блядь, киску полизал, хэппи фейс встал, блядь, балдеет, блядь, а что нахуй? А коли нет-то, блядь. Я не знаю, блядь, ну чё, хэппи фейс, блядь. Улыбку тренировать в рот взял, так, а сидишь, блядь. И ваш ответ? Время. Да, блядь. Вообще, ебала жаба гадюку, к сожалению. Рега, я не ебу. Ну, блядь. Ну, пусть будет это какой-нибудь крем для лица, не хотите? Нет, с хуя ли это крем для лица. Тогда давайте свой вариант. А, может это там, там, там хуйня, вот так вот по телу делаешь. Стартер, basic, basic, стартер, на начало, короче, пудра, с кого начало, знаете, красить, короче. Основа, имели ввиду. Красавчик, блядь. Основа, основа для макияжа. Регай плохо, блядь. Регаем основу для макияжа. Выиграть. Тренажер для улыбки, Вадим. Вот ты правильно говорил просто. Блядь! Алексей! Алексей! Екатерина, вопрос для вас. Спасибо, Наташа. А, стоп, извините. Наташа, Наташа, простите. Что это за марка и модель? Хэппи фейс, конечно, это лицо, улыбка. Ну, ебаный, блядь, боба. Нахуй, Алексей, нахуя вы против меня ебашите? Нас и так 0-1 проебаем, блядь. Вы пока выигрываете. Вы пока проебывали, Алексей. Ну, в промежуточном, но во втором раунде. Наталья, как вы думаете, что это может быть за марка и модель машины? Хотя бы давайте марку. Модель уже, бог с ним. Как будто бы похоже на машину этого, блядь. Братишкина, вот это Вольсваген, блядь. Но это, наверное, не Вольсваген, потому что Вольсваген уже был. Машина, Братишкина, Фиат, может, какой-то. Фиат, Наталья. Давайте проверим, Фиат ли это. Toyota RAV4, старая модель. У Братишкина Мерседес А45 есть. Было-то, было у него. Была-была, да. У него был Вольсваген, но он у него остался. Он у него до сих пор стоит. Ну а чё ржёшь так давать, сука? Блин, ты надевала бы ничего. Это мне, да? Вячеслав, вопрос для вас. Давайте посмотрим, что на картинке. Слушай, ну тут... Это ли какое-то мороженое хавать? Тут кисточки для покраски, ложки. Я думаю, это просто набор для смешивания и покраски. Набор для смешивания и покраски чего, давайте определимся? Волос, волос, волос. Волос. То есть вот такая маленькая штучка волосы красить. Да, да, да. Это правда. Хорошо, давайте, засчитываем. Набор инструментов для косметических масок. Понятно. Ну, почти. Ну, вообще, типа, этим и красит. Ну, волосы не покрасишь, Екатерина, к сожалению. Нет, красит, красит, в смысле? Точно так же выглядит набор для покраски волос. Понятно. Нет, лодочка такая... А там один балл вам засчитали почему-то, не знаю почему. Я даже не знаю почему. Ну, это Волгарди. Это хороший набор для покраски. Хорошо, набор для покраски, Волгарди засчитал. 6-5. А там, наверное, ты мне должен был балл-то за то засчитать, за наклейку. А? Наклейку на ресницы, наклейку на эти, блядь. Скотч. А это такой Алексей вопрос. Давай, засчитай, засчитай тут. Балл, вообще не я засчитаю в Волгарди. Балл, тогда сюда, блядь, быстренько, нахуй. Так вы что-то машините за это? Я вообще, все, честно. Давай, Баллчик мне тогда тоже. Екатерина, вопрос для вас. Екатерина, вопрос для вас. Что это за модель и марка машины? На хер знает, ну... Ну, как она выглядит? Смотрите, красная, дерзкая. Красная, дерзкая, это что? Какой-то гоночный автомобиль старый. Гоночный старый автомобиль. Почему старый? Ты не знаешь. А что сверху написано на стеклах? Посмотрите. Пять, девять, девять, икс, икс. Время вышло. Екатерина, что это? Ну, просто по-квадратно похоже чем-то на ламберку. Поговори. Попрошение, потому что тут прямоугольничек упьет. Так, и это? Феррари. Феррари, давайте проверим. Ну, это очень легко, типа, там кони, блядь, везде. Феррари 590 ПТО. Нет, там все коней. Там на дисках еще. Там на дисках, да, видно. А, я не видел. А, я тоже не видела. 6-6. Вадим. Ой, это легко, кстати. Как вы думаете, что это? Нож для говна. Не знаю, может, для пяток, блядь, какая-то хуйня, чтобы сочисывать, блядь. Вишнюю кожу, блядь. Неплохой вариант. Да вы меня всегда отвозите, блядь. Я даже не знаю правильных, Вадим. Я не знаю, Алексей, ну, блядь. Даже я не знаю, для чего. А давайте для пяток что-то. Ну, вот шкребок, шкребок для пяток, да? Да. Шкребок. Да, такой впервые раз. Валгарди, давайте попробуем. Бритва для бровей. Блядь, какая нахуй, зачем вообще брить брови? Никто этим не пользуется. Наталья, а вот этим тоже никто не пользуется. Что за марка? Это фиатик. Ой, подожди. Это фиат. Давайте проверим. Подожди. Нет, не проверим. Я думаю, что это фиат. Или как еще маленькие-то машинки называются. Кия, которую Катя говорила? Нет, еще другие есть. Для гномиков. Подождите, один фиат есть и еще что-то есть. О, господи. Давайте подскажи. Не могу. Есть фиат, есть кия, есть... Нет, кия таких мелких нет. Хорошо. Пусть будет фиат, я не вспомню сейчас. Ну и хрен с ним. Давайте, пусть будет фиат. Давайте проверим. Да. Хорош. Фиат 500, Наталья. Это как у Дины машина была. 7-6. Сразу понятно. Вячеслав, как вы думаете, что это и для чего это? Ой, вот это вот я уже знаю. Слушай, ну тут... Ну, похоже на ковер для жопы. Так. Как раз в туалете такой используют. Ковер для жопы. Ну тут типа везде разный паттерн. То есть они с чего-то слепок берут с этой хуйты. Угу. Нет. Ни хуйя непонятно. Ты что, твасируй, наверное? Тоже не знаю сейчас. Это подсказки типа? Так нельзя. Я не знаю, я честно слово не знаю. Ну то есть, Вячеслав использовали это как... Ну чтобы сесть на это. Ну блядь, тоже как будто сесть. Этим пользуется, Катя. Ну не, ну странно. Я вообще ни разу не делал, что это. Слушай, ну пусть я не знаю, пусть это будет, блядь. Хотя бы... Хорошо. А можно я предположение свое сказал? Если вы не знаете, что это, давайте скажем, для чего это хотя бы. А пусть это будет форма. Форма для заполнения ее... Блядь, что вообще может женщина рисовать у себя на теле, блядь, разных фигурок? А можно я потом скажу? Узоров, блядь, я не знаю. Ну, это для чего? Давайте сказать, для чего это висело, как вы думаете? Ну, чтобы брать отпечаток с него вот так, что-то класть и отпечатывать. Бать, напиши мне. Слепок, да, делать некий? Ну, типа слепок, да. Вадим, что это, как вы думаете? А может, это для кроссовков, типа, делают эти... Мне такое предположение было. Как это? Ластик, ёбаный, называется? Подстилка под кроссовками. Стилька? Может, это стилька вообще? Подбирают стильки, какая тебе удобная? Нет, стильки. Давайте проверим, что это. Коврик для чистки кистей. Боже, блядь. Бля, боже мой, нахуй. Наталья, вы это знали? Да, я же кисточкой так делала. Вот, видите? А это Екатерина. Екатерина, как вы думаете, что это? Ну, это легко уже тоже. Камара. Камаро или... Камар. Камаро или Камаро. Ну, вы, наверное, из нескольких вариантов выбираете. Форсаж смотрели? Нет, еще тут. Додж, так. Камаро, додж и... Ну, додж, додж. Додж, пусть будет додж, договорились. Давайте проверим. Ну, близко было. Реально? Форт Мустанг. Я бы тоже сказала додж, если честно. Это форт Мустанг. Это вообще НТ пиздец. Вадим, это не что-то из Древнего Египта. Это то, чем пользуются женщины. Что это? Пойду, Аталию. Блин, а додж похож. Этим не пользуются женщины, Алексей. Да, вообще, я тоже не знаю, что это опять. Наталья, может быть, девушки этим не пользуются, а женщины вполне. Не, у меня мама пользуется. А, кажется... Что, у меня... У меня даже... Хорошо, Вадим, с правой стороны, например, пойдем. Что это может быть такое? Змея. Змея. Хорошо. Либо, например, фиксатор для волос, как ободок. Первое удавка какая-то. Как ободок, например. А второе? Ободок может быть? Это двойная змея. Удавка, нет. Или не может быть ободком? Третье что-то похоже на... Не, ну, третий сачок, разобрались. А, это может волосы держать, реально. Первое вот это хуйня. Волосы держать. Второе, третье, косичку. Фиксатор для волос некий такой, да? Ну да, давайте просто фиксатор для волос. Ну давайте попробуем. Что-то типа фиксатора для волос. Набор для создания причесок. На самом деле. Ну, я думаю, что один балл здесь можно засчитать. Ну ладно, спасибо большое. Ну потому что и там волосы, и тут волосы. Наталья. А то что-то тебе? Да, это Наталья. Наталья, как вы думаете... Очень знакомое такое. Да, знакомое. На кого мордочка похожа у машины? Кстати, я помню, когда Вадя хотел за такую машину. На RS-очку. Ну это Audi какая-то. Не, ну как хотел. На RS-очку на Audi похожа. Что? Сейчас я напишу. Ну глазки как будто на Audi похожи. Я не знаю, но если я ошибусь, это будет пизда полная. Нет, Наташ, вам никто за это ничего не скажет. Потому что это на самом деле машина старая модель. Ну конечно, я знаю, что это. А что я ее хотел-то? Ну я думаю, что это Audi. Это не похоже на BMW. На Mercedes точно не похоже. Вы думаете, что это Audi? Да, я думала почему-то, что это Audi. Давайте проверим, Audi ли это. Какая она? Hyundai Elantra. Не. Не, я бы не назвала. Вячеслав, вопрос для вас. Что это? Да еб твою мать, блядь. Что это? Подожди. Свап. Скореец, в жопу совать. Нет, сначала там написано Smart. А потом? Smart, Smart Swap. То есть заменитель. Что может заменитель мозгов? Это не... Слаб. 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 Это... Вячеслав, может быть это что-то для ушей? Слаб. То есть это чиститель... Мне кажется, да. Анальный, может отбеливатель? Не уверен, что это анальный отбеливатель. Но это ваше право. Знаешь, как переводится, да? Ну, ладно, пусть это будет. Так? Смотри, ну это что-то такое... Так. Это оно? И это что у нас получается? Это... Вычищает грязь откуда? Мне казалось, ты... Блядь. Что, 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 что? Это и... Это... Чистит грязь откуда? Давай, ебашь. Блядь. Ну, это что-то связано, конечно, с анусом, вроде всего. С анусом? Вы уверены? Не, ну ладно, ладно. Ну, пусть будет что-то... Что-то, что, я не знаю, что. Ну, пусть, ну... Ну, что, анальный... Подождите, Вячеслав, перечислите... Перечислите все дырки в своем теле. Жопа. А нос, нос. Это буритель носа. А еще что, кроме носа, есть у вас? Еще есть уши. Уши. Так. Смотрите, сколько дырок. Смотрите, сколько дырок мы уже нашли. Хорошо, сколько дырок, если что, как бы... Выбирайте между тремя дырками. Получается, пизда все-таки, да? Ну, давай, пусть будет она, этот, пиздовый бур. Простите, Вячеслав. А... Прибор для чистки ушей. Не знаю, почему вы не слышали. А там же видно, что там вот такая хуйня, типа, вкручивать в ухо. Конечно, не знаю, почему вы не слышали. Я подумал, что это для пизды что-то. Кому это? Екатерина, а вот это уже вопрос для вас. Нет, это для Наташи. Это для Наташи. Да, для Наташи. Наташ, ты знаешь, что значок или нет? Нет, 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 нет. Это для Кати вопрос. Вы ответили, Наташа. А, я ответила. Я думал, хоть раз повезло, блядь. Как вы думаете? Кстати, по-моему, это на Ка начинается, нет? Или на У. Каннский кинофестиваль. Давайте, Екатерина, что это может быть за машина? На что похоже? На машину? На машину, да. На Ка? Ну, я знаю, что это, Вадь. На Ка сказал, Леш? Я сказал, ну, я просто предположил, может быть, на Ка, просто я тоже могу ошибиться. Но мне кажется, что на Ка. Как тут можно ошибиться, блядь, кстати, ребятишечки? Когда тут видно значочек. Вадь, я ошиблась, посмотрела. А где значок, Вадим? Я не вижу. А, во имя А, все, вижу, увидел. И время кончилось. Вообще далеко. Екатерина. Я не знаю. Ну, давайте любую модель. Астон Мартин, давайте. Корвет это, да? Это же, да, 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 это Корвет. Это Корвет. А там вот значок даже. А где значок? А вон на колесах. А вон Корвет значок на колесах, видишь? Две этих. Два крылышка. Ой, Вадим, это для вас. Ёбан-бобан, блядь. Что это такое, блядь? Возможно, вот это то самое, что предполагал Вячеслав в предыдущем раунде. Это расчесыватель вагинальных кудрей. Я сама с Вади думаю, что это такое. Блядь, честно, у меня... Я тоже не знаю. У меня даже как будто идей нет. Маленькое такое. Ногти что ли вычесывать? Грабли какие-то. Реально, грабли какие-то. Может, это что-то для волос? Козы для волос? Не-е-е. Как вы думаете, Вадим, на что похоже больше всего? Что-то расчесывать. Мам, может, в нос засовывать себе, блядь. Вадим, это слишком. Нет. Чуть не поместим, мне кажется. Время? Ну, Вадим, как вы думаете, что это? Так мало времени. Я не знаю, расчесывать что-то. Что-то для волос. Расчесывать волосы. Расческа для волос. Хорошо, расчесывать волосы. Давайте проверим. Что-то делать волосам. Щетка для чистки расчесок. Ебать. К сожалению, мимо, Вадим. Ебать, что за бред? Нахуя щетка для чистки расчесок, блядь. На самом деле нужная штука. Просто берешь вот так чик и все. Наталья, вопрос для вас. Что это за марка и модель? О, господи. Блин, нам надо быстрее играть. Там все еще быстрее пойдет. Да, там потом быстро пиздец. Что? Сучий, блядь. Нет, тут без Су. Ну, пусть это будет Форд. Форд, пусть это будет Форд. Давайте проверим. Или Хонда. Или Хонда. Блядь. А успела, успела. Успела, сказали? Ну, Велгарди реагает по-последнему, как и мне тогда. Ну, я не знаю. Тут уж... Хитро, хитро. Хитро, хитро. Я просто Велгарди хитро-хитро. Ой, Вячеслав, вы должны знать, что это такое. Вячеслав! Вячеслав! Давить по речи, может быть. Нет, очень часто это раньше было, знаете где? Даже в мужских наборах. Что тут для пизды, да? Для ногтей, брат. Да, это для ногтей. Что у вас есть на ногтях? Давайте посмотрим. Сгрязь, грязь, чистка грязи. Нет. Нет, выше, выше, чуть-чуть выше. А, кутикулы есть все такие? Кутикулы, кусочки ебаные для кутикульные. Хорош, брат. Давайте посмотрим. Да. Триммер для удаления кутикулы, верно. Балдеж. Он триммер не сказал. Эй, что ты регаешь-то два? Говно ты. Ну, не имеет разницы. Моя похуй, блядь. Вадим, вы сами подсказали, поэтому это ваша, Лина. Он же вас снит, у него уже лицо. Мне не зарегали тогда, блядь. Ладно, ладно. Ладно, ладно. 9-8, 9-8. Возвращаем, поехали. Этот раунд кончился. Ура, блядь. Ура. Ебать, он долго ебал. Все, сейчас будет легко. 1-1, промежуточная ничья. Можешь включать чат. Промежуточная ничья. Стриммер в стриммере. Смотрите, читать нельзя, но... Можно я отойду на секунду? Сейчас вернусь. Да, конечно. Спасибо. Это, кстати, для вас, Наташ. Так это Юичка и Акулич. Это Юичка и Акулич, мне тоже кажется. Это родные на пчелки? 100%. Пчелки нам не можем не ждать. Какая разница? Согласен, родные. А зачем нам ждать? Хорошо. Да, нам не надо. Это вам. Это Байол. И... 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 Легко. И... Очень легко. А тут только девочки могут быть? Не факт, братик. А, реально? Да, тут и пацаны. Тут парни могут быть. Хуй знает. Ну, Глаза точно боевал. Увол свою. Ну, тут пылицу очень. Сейчас, давай, давай просто будем чуть разбирать. Ну, у вас времени нет. Да, тут это обезет, быстрый раунд. Тут надо просто, чтобы вы понимали. Это раунд для того, чтобы отвечать просто. А пацан может быть? Да. Думай ты, я никого не вижу здесь, кроме Байол. Просто хуёвый кадр. Время вышло, брат. Может быть, Саша? Ну, я не уверена. Ну, не знаю, он похож. Саша, блядь. Ну, Саша, блядь. Грей? А, Барбей. Ну, он похож. Да, на Барбей. Ну, пусть будет парадеичи боевал. Похуй, блядь. Ну, времени нет, похуй. Хорошо. Форма лица. Ари... А барби гёрл и... И... И макриски какой-то, блядь. Да, кстати. А где Наташа, блядь? Алло, Наташа, блядь. Бать, мне сейчас в окно орали кинсуха, блядь. Простите, я здесь. Я живу на 35 этаже, нахуй. Так. Я себе, блядь. Смотри, тут барби гёрл и кто-то ещё. Барби гёрл и кто-то ещё. Так, сейчас расскажу. Барби гёрл и кто-то ещё. Какой-то макриски какой-то, блядь. Злой, блядь, какой-то. Наталья, помогите своему парню. Я думаю, что злой и барби гёрл. Давайте проверим. Давай макрискова регать. Макрискова нет. Ну, у него со такое у него. Кого регаем, Вадим? Ну, нет такой боковой фотки у макрискова. Ну, хорошо, давай злого регнем. А, кстати, да. Злой и барби гёрл. Давайте попробуем. Злой и барби гёрл. Барби гёрл и макриски. Блядь, сука, сто процентов тебе говорю вариант. Сто процентный, блядь. Следующий вариант. Пизду, нахуй, раз бы ещё тебя послушать, блядь. Я вообще ни одного человека не знаю. Точно говорит, нету фотографии, блядь. Да не было фотографии. Тише, 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 тише. Екатерина. Мари, чтобы вы понимали, для меня, в принципе, только один человек может выглядеть, я не ебу кто это вообще. Не первый, не второй. Предположений вообще нет никаких. У меня есть только про Пчёлкина, я второго, я вообще не знаю. Пусть будет братишкин Пчёлкин, братишкин Пчёлкин. Нет, это не братишкин, Слав. Почему? Прическа как у Братишкина. Я не помню такой фотки у него. Не, ну у Хесеса жёсткая башня, блядь. Пусть братишкин и Пчёлкин, либо Фандер. Ну не, пусть вот это. Нет, давай братишкин... Да пусть братишкин Пчёлкин, похуй. Давай ему с Хесеса, да. Да не, ну Хесес, он не такой, Хесес, блядь, ну... Решайте быстрее. Тут братишкин, ой, точнее, Пчёлкин сто процентов. Короче, Слав, давай, я говорю, братишкин, второго ты решай в этот раз. Пчёлкин, Пчёлкин. Братишкин и Пчёлкин, давайте проверим. Замечательно, вы совершенно правы. Братишкин и Пчёлкин. Идём дальше. Гаечка. А чья фотка была, Пчёлкин или Братишкин? Фотка Братишкина была, да? Да, фотка Братишкина. Гаечка и кто-то. Очень красивая такая. Может быть, Вайл Лоли Край? А, я понял, кто это. Может, Акульич вообще. Может, это Лакшери Гёрл. Ну, Слав, напиши, кто это. Ну, я не уверен. Не, я не знаю. Ну, Гаечка точно. А кто с ней? Такое лицо, такое милое лицо, пиздец. Понравилось, Вадим? Может, в руке. Охуеть, это не, это, блядь, стримеры, стримеры, нахуй. Время. Вадим, Наталья. Не знаю, говори сам. Я не знаю. Хотя бы один, хотя бы один вариант. Ну, это Гаечка, 100%. Гаечка первая. И вторая? Гаечка, Гаечкина фотка? Да, да, да. Без разницы, не важно, Чап. Просто Гаечка и... Я не знаю. Ебаш ты, я не знаю. Кто у нас с голубыми глазами? У Гаечки какие глаза? Я ебу, что ли, блядь. Наташ, любой вариант попробуй. Какого голубые глаза? Три. Лакшери Гёрл. Два. Один. Гаечка и Лакшери Гёрл, правильно? Я не знаю, да. Хорошо, Гаечка и Лакшери Гёрл, проверяем. Гаечка и Ринен. Да, я правильно написал. Да, на то, что он думал. 4-4. Вообще не знаю, кто. Ой, блядь, это Хейли. Хейли. Да, да, да. И? И вообще, или Рон, блядь, я не ебул. Хейли или Рон Барон. У Генсухи такой же цепочка, знаешь. А, это может быть Наташа, кстати, слышь. Да, это, наверное... Я видел, у нее такую цепочку. Пизду ставлю. Это Наташа. Это вот этот бренд, который на отправляли, тебе тоже такое отправляли, видишь? Который сейчас в Чайне вот это. Он был у всех питерских. Кого? Может быть, это кто-то из пацанов? Как это? Ебать, это выглядит странно. Подожди, это Наташа и Строго, блядь? Что с глазами? Наташа и Строго? Я не знаю, что там с глазами. Подожди, я просто знаю, как выглядит. Так, время вышло. Нужно ответить. Давай по носу. Пусть Наташа и Строго, Наташа и Строго. Наташа и Строго. Генсуха и Строго. Это Наташа, Наташа, Наташа. Принимай. Генсуха и Строго, верно. Есть четыре. Там кулон вот этот, блядь. Ну вот я по кулону. Ой, ну тут, мне кажется, попроще. Акулич, Акулич и Дина, блин. Акулич? Не знаю. Хорошо, ну да, да. Акулич и Дина, блин. Акулич опять, блядь. Это я ебу, блядь. Нет, пусть будет Акулич и Дина, блин. Ну давай. Ну да, Акулич же, я не знаю. Может быть, ее... Акулич и Дина, блин, вы считаете? Ну давай. Давайте проверим. Нет, может быть, Дина, блядь. Дина, блин и Гаечка. Пиздец, блядь. Никто даже в чате не угадал, кстати. Пиздец, нахуй. Пять-шесть. Ой, это Дипенс, львое. Дипенс, львое. Гля, так халява, ебаная, нахуй. Кто еще раз? Это Дипенс и Злой, вы считаете? Да, да, это Дипенс и Злой. Дипенс и Злой, давайте проверим. Верно. По 8-5, простите. Кто это, Вадим и Наталья? Это... Это злой, это злой точно. Ну, по татуировке видно, что это злой. Да, злой по татуировке видно и по футболке. А кто такой бородатый инсайдер какой-то, блядь? Вот, да, вот я думаю, на инсайдера только. А, блядь. А кто у нас еще бородатый есть? Ну, я. Куда ты, молодой? Рега, Рега, инсайдер, вариантов все равно нет. Хорошо, Рега, злой и инсайдер, поехали. Верно. Блядь. 7-8, близко. Кто это, Вячеслав и Екатерина? Блать ебал, это строго, блядь. Сразу по футболке, тупейшая, блядь. А кто еще? Похоже еще на Квикантика, тоже морда такая, знаете. А, так это и есть Квикантик. Строго и Квикантик, строго и Квикантик. Я знаю, блядь, я знаю, кто это. Я такую фотографию знаю. Секунду, Вадим, секунду. Строго и Квикантик, проверяем. Я даже скажу, это Фрэмтеймер, это Фрэмтеймер и Квикантик. Квикантик и Диппинс. Ари. Вы что, охуели? У Фрэмтеймера есть такая фотка, блядь. Одну можно засчитать. Это кореш и ИИ. Кто это? Кореш и ИИ. Лага, да может, какой-то, я не знаю. Я понял, кто это ебал. Я ебал, блядь. Как вы думаете, кто это может быть? Есть какие-то предположения? Че, че, Слав? Ты поняла, кто это? Я поняла, да, вроде. Напиши. Это кореш и... А фотография чья это? У кого есть такая, у кого есть такая, это, кофта? Кофта, да. Я вспоминаю, у Макса какие глаза. Блядь. У Макса? У Шадоукека? Да. Ну, возможно, такие, не знаю. У меня как будто лагада, блядь. Ну, давай, давай. Давай, Шадоукек и кореш, похуй. Шадоукек и кореш, поехали. Пизду ставлю. Кофта, кореш и диппинс. Почему так много диппинса, блядь? Я вспоминала. Ну, там же глаза, они же не... Блядь. Я думаю, что... А это Шадоукек и... А, нет, это... Это стать... А, это пока, это пока. Это пока. Татуировка, пока. Татуировка. Татуировка. И... Пока. Что за ебаловка? Блядь, это этот СММА, братик, слышишь, как его, блядь? Фергус. Блядь, что это за лицо, нахуй? А, что-то... А, нет, без отсайта. Да, это Макс, нос, Макс, Макс. Давай, да, давай, Пока и Макс. Пока и Макс. И Шадоукек, давайте проверим. Вера, блядь, блядь, блядь. Дружко. Кто это, Вадим и Наталья? Синди и... Вот я тоже хотела сказать Синди, может быть, гаечка. Опять гаечка, что ли, блядь? А мы это... Это долбоеб, всегда, нахуй, гаечка. Давай, это гаечка. Я тебе говорю, тут всегда гаечка, нахуй. Гаечка, не нигде. В любой непонятный сюда, тут гаечка, блядь. Гаечка и Синди, давайте проверим. Да. Ну, я, блядь, говорю, пиздец. В любой... Если ты не понимаешь, что это, говори, гаечка, блядь, это 80%. Слушайте, какая тварь все-таки вот эта... Ну, типа, получилось ужасно. Пишет Трайвис Котт, ебать. Киллзор, я не знаю. Это строго из Киллзор, нет? Эээ, что подсказываете? Да тут же видно, Вадим, нет? Разве не видно? Эквикантик думает, но... Эквикантик, да, я думаю, что Эквикантик и Скиллзор. Ну, просто, давай, давай нос. Нос, по-моему, у Ванька немножко другой. Ну, как будто губы Ванька, нет? Да фиг знает, я не знаю, какие губы у Ванька. Время ему давал в рот просто. Давай, Ванчислав, есть? Давай строгай Скиллзор. Трогай Скиллзор, проверяем. Нет, я пользу Хантик. Да, у Хантика нос больше, типа, видите. Один балл. Это... Вадим, Вадим, Вадим. Андрюха, 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 Фалэнтес. И хуй, пойми, кто вам может гаечка. Может, Эксайл какой-то? Бля, лицо такое... Реально. Надо быть Эксайл. Ебать, красивый человек. Или кореш какой-нибудь. Рот огромный, прям. Это у дрона рот огромный. Ебать, чё красивый был. Ебать, бля, буду нахуй. Это Барби Гёрлу, блядь. Да? Да ебать. Да одно лицо, нахуй. Хорошо. Я помню, как сейчас прям... Не, блядь, блядь, я не прочитал. Я клянусь, я не прочитал. Сейчас я прочитал. Я клянусь, я не прочитал. Да, это Барби Гёрлу. Бля, буду нахуй. Как сейчас помню, блядь. Да, верно. Ебать, зайцы. чат чат клянусь вам не прочитал ну слушай неплохая такая стримерша получил я буду заряжена хорошо так хорошо лицо пиздец знакомые блять обносить кинокончал а на свои не может опять гаечка пизданет но я не знаю хесус и гаечка давайте проверим это а хесус и генсуха твой вадим вадим вячеслав екатерина кто это бля я вообще ни одного не знаю типа оригинал что за фотка хорошо хотя бы одного из них я 1 стопроцент сказать 1 тоже могу сказать как мне кажется ну а подожди стоит сейчас а ункер а и и не знаю кто похуй хорошо а ункер давайте проверим есть моноси моноси тут есть точно шадоукек и парадевич я ебал бля я тупейший осознание вот кто оригинал эксайл эксайл шоу и скиллзор давай эксайл шоу и скиллзор верно 15 я это мазу узнаю отовсюду на кто это вишенка и юичка вишенка и юичка давайте проверим верно 16 15 девчонок таких давайте послушать тут хорошо легко конец раунда и вырываются в конце слава и катя на 1 балл 2 1 раунд под номером четыре время фактов друзья давай сейчас посмотрим кати выучила четыре языка в университете это нам должны решать правда это это вы должны решить правда это или ложь катя выучила 4 языка в университете я думаю что это ложь катя и один то не очень хорошо знают да нет давай давай на ложь ну вы учились обучила все пучила я бы почитал давля она не знает подожди 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 давайте так не думаешь что это ложь екатерина екатерина если вы знаете четыре языка скажите четыре слова на разных языках да или ложь неправда катя выучила три языка как я понимаю или сколько там у тебя было выучить это прям выучить а училом возможно не матч хорошо как на место вначале кто и блять уебище каждые полгода у них меняется слово которым они ласково друг друга называют 10 фактов сначала идет про вас слова и катя на них отвечают вадим и наталья а потом 10 фактов идет про я думаю что это ложь потому что слава постоянно малыш 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 не давно называют катя писала это катя писала факты она его пупа назвала недавно вас не напрягает а как ну каждые полгода типа регулярно я считаю что нет давай давай это ложь каравайчик в чате каравай правда блять сука это ложь хорошо следующий факт слова бросил университет из-за того что его бросила девушка и он впал в депрессию для того что-то такое было и вячеслав как часто вы впадаете в депрессию часто хорошо собачься универа вообще было я думаю с того моменты собка детка у него была какой универ слава помню рассказывать рассказывал ну с университетом пиканик будьте добры не подсказывайте я думаю что это правда хорошо решай сам ты больше слава решать вадим слава бросил университет из-за того что его бросила девушка и он впал в депрессию правда или ложь плохой ложь давайте проверим неправда вы право девушка меня бросил славу не бросают он уходит сам когда катя не дает славе вредную еду то он начинает драться правда или ложь это похоже на вынес нет слова сам не ест вредную еду да да согласен я помню слова есть все безглютеновое из-за того что он ест безглютеновое соответственно и вредную еду ему тоже начинает драться они дрались даже дрались бы когда и да там к это приходил хорошо когда катя не дает славе вредную еду то он начинает драться это правда правда идем дальше после того как они съехались слава начал лучше спать правда или ложь да когда он лучше спать начал хуй пойми как спит ложка режим режим там лежим у него полное я в 10 раз стою он пишу брат и каком-то все еще не спал на ложь блять пиздёж давайте проверим правда после того как они съехались слава начал лучше спать катя встречалась с сыном декана в университете и это был не слава правда или ложь хуя себе пиздец мне кажется предыдущий тоже пиздёж был блять нагрый причем катя встречалась с сыном декана в университете правда или ложь наталья что вы думаете бля я помню это шутки про учителей были сука наталья как вы думаете какие-то шутки были про учителей славу кати бля на хуйня была какая-то я помню что у него парень был был просто до славы но кто там был то я усмоляю так хорошо катя встречалась сыном декана в университете правда или ложь как вы думаете вадим правда или уж правда смотрим неправда зачем мое-то и вашите как вадим сам сказал пофиг давайте слава занимался стрельбой из лука правда или нет вячеслав тетиву любите натянуть но есть только тюхин давай неправда давайте неправда давайте неправда давайте проверим слова слова занимать а он занимался вячеслав можете немного рассказать об этом полгода занимался период времени пятом классе полгода занимались стрельбой из лука так точно спасибо мама кати изначально была против славы но позже поменял свое мнение это неправда давайте проверим это неправда я нравлюсь мама и это не может не радовать вячеслав катя каталась в китай по программе обмен я точно я точно знаю что катя учила китайский и знает неправда неправда давайте посмотрим неправда неправда катя не поехала по определенным обстоятельствам по каким будет если призером чемпионата по роликам слава является призером чемпионата по роликам когда про ролики не слышал представьте славу на роликах сочетается он хоть каким-то спортом занимался конечно занимался во первых это была стрельба из лука про которую вы только что узнали футболом занимался тяжелой атлетикой занимался слава слава еще занимался офничеством если вы знаете что это такое я думаю что нет я думаю это тоже неправда слава является призером чемпионата по роликам правда или ложь неправда неправда давайте проверим правда вячеслав немного об этом это это еще раньше было было до того да 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 как это было буквально пару слов да просто были соревнования московские четвертое место заняло все четвертое место заняли по роликовым конькам никогда не слышал про ролики ученика в жизни замечательно теперь мы знаем о славе чуть чуть больше вопросы для вас вадим и наталья закончились теперь теперь мы переходим с вопросами из десяти баллов и набрали 5 кстати говоря вопросы для екатерины и для вячеслава наташа поцарапала mercedes когда была за рулем правда ли она 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 не царапала его тогда я не знаю ну они просто посрались типа жестко и все то есть но не поцарапала не правда давайте проверим я не знаю правда наташа поцарапала mercedes это когда не тогда когда я mercedes снимал короче гли я отвозил гли она за мной ехала на в потоке и две машины так поцарапали слева и справа не вот так вот просто меня притеснили с двух сторон и поцарапала тиме ваде и наталья лудоман наталья тут как во всем измеряется когда мы были в амстердаме я сегодня зашел в дискорд они оба ебашили в козик тогда подумай но смотрите здесь вопрос в том кто не клада лудоман кто больше зависим от грубо говоря измеряется в количестве просто в зависимости от казино то что надо зайти сегодня поиграть не вади наталья лудоман наталья неправда получается ну получается неправда давайте память правда вадим и наталья на лудома лудоманская женская лудомания нахуй неизлечима блять не смысле брат не я не но я не играю же чтоб выиграть типа понял у меня же нет такого типа я не а ты я не отбиваю бабки понял типа чтобы меня нет именно такого что я сижу да она сидит блять осень как и она до стрима еды и баланс она до стрима его в ее будет нет тебе дают не ну смотрите подождите давайте так смотрите это в этом раунде это факт который я написал я поняли то есть типа ну мы не то что типа разбираемся типа насколько это правда это тот фактор написал я что наши семья дома наталья у вас еще 8 попыток поэтому соберитесь мама вадима хотела чтобы ее за пол блять мама вадима хотела чтобы ее сын стал строителем правда или ложь блять ну хуй знает но я думаю что бред блять боже я ну короче вам объяснять это просто пиздец ну мне кажется почему не заняты думаю нет строителям на хуй настроение блять пропала нас очень страшного 1 давайте можем один балл засчитать ничего страшного можете засчитать с хотите давай нет по кругу а мама вадима такой странный вопрос как будто бы знаешь как будто бы да мама вадима хотела чтобы ее сын стал строителем пара вячеслава и это неправда давайте посмотрим это не правда вы зарабатываете свой первый балл отлично идем дальше вопрос звучит так наташа с вадимом мечтали переехать в великобританию правда или лор вы думаете что это неправда я думаю нет давайте проверим вилгарды не ну может моменте там неправда это второй балл хуя на дисбандачный стал красава великобритания которые не раз в жизни мы не говорили наташа и вадим расставались им раз но тут уж извините наташа и вадим расставались 7 раз больше только арина символ я думаю нет нет да не ну типа то что публично то есть там не 7 было поэтому вадим тут вопрос подразумевается в публичном плане или не просто расставались типа никого нет сами по себе сами по себе хорошо вячеслав вы думаете что это неправда нам екатерина вы поддерживаете в число ты хочешь поддержать своего мужчину правильное решение наташа и вадим расставали 7 раз неправда давайте проверим верно вячеслав и верно екатерина 35 отравился едой наташи однажды вадим отравился едой наташи правда или ложь кажется правда екатерина лишнего дал обосрался натали вы часто вы часто готовите вадиму готовить вадим наташа вкусно готовит вообще хорошо хорошо вячеслав вячеслав отравился ли едой наташи вадим однажды вы думаете что да разочек вам подливку пустил так хорошо давайте посмотрим правда вилга и это правда это паста ебаная когда я прозрался на наталья 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 вы не переживайте бывает бывает невосприимчивость организма может быть не переживайте один раз один раз наташа и вадим занимались виртуаль виртуальным сексом 10 часов ну я имею ввиду просто включив камеры ну наверно хорошо а наталья и ну наталья извините екатерина и вячеслав один раз они занимались виртуальным сексом 10 часов правда правда давайте проверим правда я не знаю кстати наталья не могли бы вы немного об этом рассказать но кстати говоря кстати говоря на то чтобы защитить вадима он очень часто на стримах рассказывал как вы сидите как вы в дискорде сидите очень много вадим почему я не знаю наташа хотела стать киберспортсменкой по apg они же player unknown the battleground правда или ложь наташа хотела стать киберспортсменкой по паб g давайте посмотрим на наташу давайте посмотрим на наташу играет ли она хорошо в какую-то игру которую вы знаете тоже мы говорили про лук что бред а стать киберспортсменкой хотела это просто такая типа ты мне что хотела стать киберспортсменкой такая типа бля прикольно было быть киберспортсменкой или типа тренировалась прям прям мечта была нет не тренировалась просто у нее была мечта вот например она играет и она блин вот я бы хотела типа там играть Профессионально Я не знаю, как она играет Ну, если я бы хотел стать профессиональной, да, пусть да Наташа хотела стать Киберспортсменкой по PUBG Правда, проверяем Неправда Да похуй Идем дальше, осталось два вопроса 5-5, счет равный Свою первую тату Наташа набила В 15 лет По-моему, раньше Да не, я думаю, не раньше Но если ты знаешь, что она рано набила Я помню, что рано, да Ну, значит, 15-ка, да Правда, все, то, что интуиция подсказывает Значит, ебашка Твою первую тату Наташа набила в 15 лет Правда, доверяем Блядь Наталья, Наталья, во сколько? Первую татуировку я набила в 17 лет Что это было? Это, ну, было почти Хуйня какая-то, блядь Как и все остальные Я понимаю, а что это была за татуировка, если не секрет? Это был мотылек вот здесь сзади Мотылек, блядь И ты после песни Макса Каза Его сейчас тоже нету, налетел Хорошо, это был мотылек Последний вопрос И шанс вырваться вперед Вадим смеется на каждом просмотре грустных фильмов Правда или ложь? Похоже на правду Похоже на правду Я знаю, как он у меня стебетка Я, блядь, ужасы боюсь, когда смотрю нахуй Типа, то Как будто да Как будто да Узнаю его, как будто да Я не знаю, условно, знаешь, типа Вот прям вот на каждом, типа Вот, знаешь, условно, что на одним Он не смеялся Но часто по-любому он это делает Я уверен Пизду Давайте проверим Вадим смеется на каждом просмотре грустных фильмов Правда Проверяем Правда Шесть Бля Знаете, тут, короче, был такой прикол Типа в этом раунде Я скинул дисбанду Говорю, типа Как ты думаешь, подходят мои факты к твоим неправдимым? Он пишет Ну, вообще нет Но вроде выглядит разнообразно Эт 3-1 А, ну у нас, у нас, наверное, нет смысла Ну, мы все равно сыграем, наверное Там уже Давайте сыграем А там А там двухминутный раунд Там ассоциация Давайте сыграем Это ассоциация Давайте Это ассоциация Счет 3-1 Не особо что-то влияет Но давайте посмотрим Это Слава Это Слава Да, да Это Катя выбирает Тут есть лишние варианты Тебе нужно Совместить Совместить вам нужно Что Нет, одевай Пошли не нахуй А, ну первое Это факты, которые писал я Типа, блядь Я считаю, что Наташа Лудоманка В этом прикол весь раунда Не обязательно это должно быть Просто по математике Правильно Это прикол раунда Блядь, тебе как дебилы Начинают нахуй спамить, блядь Не понимаю даже смысла Вспомните, что в предыдущем Там было Там вообще, блядь, Макс напиздел Блядь, половину всего, нахуй Да, в первом шоу Где собачка Это пуп Дальше, Екатерина Тут есть, если что Неправильные, видишь Ну, типа Да, я поняла Поняша Рогата Это где? Литл Пони Поняша Рогатая Это Литл Пони Отмените ставку, блядь Забалы, нахуй Где Белка Это Воу-воу-стой Забалы, блядь Белка, воу-воу-стой Забалы еще чуть-чуть Обытипределить Ну, ладно Так Вячеслав, вам ничего нельзя говорить Да, я просто Ладно Екатерина, дальше Вы выиграли уже Он не может расстроиться Давайте дальше, Екатерина Нет, просто как будто Правила не совсем были Служба и ассоциация Да Вот оно А, все правильно Нет, все правильно То есть она сопоставляет Слова с картинками Которые что может Хорошо, давай Блин Екатерина Мамин хакер Как вам такое? Мамин хакер Это анонимный? Не знаю Тут уж сами решайте Сейчас, сейчас я думаю А, нет, блин Вообще Блин, Випент А мне будет такой раунд? Да Да, вам будет такой раунд Блин, Випент Подходит так-то Ладно, давай пока ставим Борзый дрыщ Это последний Дырщ Борзый дрыщ Дырщ Это последний Это не космос А, Паняши Рогата Нет, тупо очень звучит Это Он назвал Пегас Паняши Рогата Это вообще бред Он не мог так сказать Пегас он так назвал Угу Хорошо Что дальше? Ну Где планета, космос? Королева, что думаете? Ну давай космос А, космос Где планета Хорошо Где мисс вселенная Мисс Да Короче Мисс мира Там королева Да Это короче как Слава Да, это как Слава Думает эти картины Ассоциации Славы Ну, к вакамоле Я думаю, вы должны сказать Потому что здесь очевидно А, лево, ладно А, так Первое, наверное, путешествие Да, верно Ну, я имею ввиду Я понял Так, дальше Ну вот Смотрите С чем у вас ассоциируется Гвакамоле Гвакамоле Так И остается у нас Последнее Но я думаю, что тут тоже легко Глупое Нет Да Ну, я бы выбрал Хельгу Ну, ладно Хорошо, пусть будет глупое Я бы выбрал Хельгу На месте Славы Потому что я думаю, что он так подумал Но вы выбрали глупое Пусть будет так Нет, я уверена, что глупое Пусть существует глупое Гвакамоле Космос Хорошо, Екатерина Екатерина, давайте с вами Париж заключим Если там Хельга, а не глупая Я знаю вашего парня лучше, чем вы Хорошо, давай Поехали, проверяем Пока оставляй правильные варианты Все, не будет ничего менять? Да, все Ничего менять не будем Путешествие Есть Пуп Есть Слав, да почему? Хельга Глупая Это Белка Белка была глупая Тут был VPN Был DreamWorks Pictures Королева Королева Пегас Я поняла, почему Пуффи Нинопланетные Прошали тебе Пуффи Да, да Я думала Борзый дрыщ Блин Это реально Пуффи Черт Я вообще Я вообще Пуффи Это же вообще очевидно Что это не кто-то из пацанов Да, я вообще не подумала О Невелгарде Сколько баллов получается у нас? Четыре Четыре балла Как они сами придумали глупая Добавить? Это он написал Белка Блядь, ну глупая Белка глупая Белка глупая Ты думаешь Ты думаешь Я поссор Стой Тоже было бы странно Типа Воу Стой Блин, а я бы хотела Тоже, чтобы для тебя Был такой раунд Так он есть Для него? Только для Наташи А, ну для Славы нет А только Нет, для То есть для девчонок Просто типа Не знаю Что-то, короче, сгорел Забейте Так, давайте у нас Для Наташи получается, да, раунд? Да Отлично Наташ, раунд для вас Посмотрите на картинки внимательно И посмотрите На самом вот это вот Да Так, хорошо Вот они Подожди Расколбас Новый год Прикройся еблан Прикройся еблан Это вот голому челику Так Ужасную Перешивай на максималках Подожди Блядь Да это вот к нему походит Так, подожди Это подходит к взлому на максималках Вы считаете? Ё-моё Да Хорошо Боже мой, блядь Так, хорошо А может Макривский? Нет, нет Германия Что это вообще? К чему подходит? Братва Братва к этим Он мог сказать Сказать, да Ну он мог сказать И слева направо Фортнайт Он мог сказать Где лава Открывайте сейчас Поймать Сейчас, я думаю Сейчас Подожди Портнайт это лава? Ну давайте промежуточно Просто промежуточно Давайте Давайте Как думаете Вот эта девушка Что это может быть Сверху Самый Киппуп Можешь вообще убрать? Чтоб он не мешало мне Спасибо Ага Киппуп Убрали Хедшот Валорантия Пока не знаю Прыгай, чё сидишь А, вот Прыгай, чё сидишь Поставь Вот не на спокойствие А вот Да, сюда Прыгай, чё сидишь Прыгай, чё сидишь Замечательно Это прям вот в духе Вадима Я уже вижу Так, хорошо А что дальше? Так Так, так Что за два чудика Которые висят на доме? Как вы думаете? Ну, это маляр А может это форточники? И второй маляр Ну, форточники Мойщики Мойщики Расколбас Это к сосискам Так Расколбас Это сосиски Хорошо Хочелось сосиску Согласен Макриевские Это котики Макриевские Это котики Макриевские Это котики Замечательно Такие милые Хорошие Вкусные Так Форточники Это челы Которые моют форточки Так О них я и говорил Так Дальше Я просто не видела это Ничего страшного Так Путешествие Так Вот смотрите Вот они слева направо Братва Так Либо Либо это Я думал Вот они слева направо Он бы так не говорил Это слишком тупо звучит Братва 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 Вот этих замечательных корейцев Да Братва Ёб твою мать Блядь Вот это уже подсказал Ну это пиздец Вообще Какая братва Нахуй Он уже вам подсказал Наташа Не Пусть это остается Хорошо Пусть остается Оставляем Дальше Там ничего неправильное Из этого всего Это вот они Слева направо Не Вообще Ничего из этого Любишь ты меня дезморалить С самого начала Когда я еще не Братва Какая братва Там нахуй Наталья Давайте Давайте абстрагируемся От ответов Вадима И сделаем свои Давайте дальше Так Братва Убираем Да не убирай Давайте Уберем братва Убираем Братва убрали Забей Она все равно неправильно Сделает Ставим Вот они слева направо Поставили Вот они слева направо Джумчук Кимчук Кимчук Хорошо Поставим Так О господи Остается три картинки По сути Накачанный Молодой человек Что-то типа Фейерверка Или салюта И машина Скорее всего Ну я не знаю Может это Фольксваген Конечно Но я не уверен Давайте посмотрим Это Фольксваген Пусть Германия Будет Пусть будет Германия Да Потому что Фольксваген В Германии Сделан Так Фейерверк Это пусть будет Хедшот Валоранти Наверное С чем это связано Нахуй Новый год Наталья нет О господи Это самое тупое Стоит он там Будет реально Считать что это Хедшот Валоранти Пусть будет Новый год Кстати говоря Знаете Объясню почему Он может считать Что это Хедшот Валоранти Потому что Когда ты попадаешь В голову Своему оппоненту У него правда Летят какие-то Странные искры Из головы Поэтому Такой вариант Тоже возможен Тут уж Тут уж думать Нужно вам Ну я тоже Об этом подумала Но я больше подумала Про КС А не про Валорант Потому что В КС Она как-то больше Что ли Ну последнее время Вадим играл Больше Валорант Нежели чем В Контрстрайк Поэтому здесь Это тоже верно Ну хорошо Давайте уберем Новый год Почему я знаю Ваших мужиков Лучше чем вы Ты же не знаешь Правильных ответов Я знаю Что я не знаю Правильных ответов Ты ты ясен хуй не знаешь Я про Пчелкина Нет я не знаю Пчелкин предполагает Просто Я просто предполагаю Я тоже думаю Как Пчелкин Просто Вот Да Они уже выиграли В любом случае Тут просто типа Хорошо Наталья Давайте Все-таки решим У нас две картинки Наверное Злой на максималках Нет Ну мне Дезморалит Блядь Вадим Все хорошо Я Да Ты мне дезморалит Что они выиграли Ну тут все неправильно Зачем ты это делаешь Я еще не Блядь Ничего не делала Ты что глупая Или что Они выиграли 3-1 Мы не можем выиграть Когда это последний раунд Что ты несешь Но Но Стоп-стоп Ёб твою мать Подождите Наташенька Наташенька Наталья Они выиграли в общем зачете Но этот раунд Вы можете выиграть Поэтому постарайтесь По раунду я тебе ничего не говорю По раунду он вам ничего Нет По раунду вам никто ничего не говорит По раунду вас всех поддерживают Поехали Остался Остался полуголый мужичок Да я договорил И салют Ну ты говорил Ладно пофиг Давай Пусть будет это хэдшот валорантия Замечательно И Ну я не знаю Пусть будет вот с мужиком Злой на максималках Замечательно Посмотрите еще раз На все то что вы ответили И скажите Мы проверяем Блядь Вот прикройся еблан Или злой на максималках Я вот Я не могу Я не могу Ну пусть будет злой на максималках Я не Но он бы сказал больше Прикройся еблан Но мне почему то кажется что Злой на максималках Все проверяем Оставляем все как есть Волгарди проверяем Да Ну вот Спокойствие Не попали Фортнайт попали Форточники попали Десаут Попали Хэдшот попали Макривские попали Расколбар А что ты кейпоп убрала Это же кейпоп Стиль нет в музыке Да Кейпоп Ну А я думала что Ты не просто так скажешь кейпоп Но в любом случае Ну это как по Новый год путешествие Испокойся Ну ты посмотри на эти варианты Мне нравится спокойствие В любом случае Наталья А что спокойствие Вы Вы В этом раунде Справились лучше чем Екатерина И набрали целых 7 баллов Против 4 Ну хотя бы так И в этом раунде Вы выиграли Почему Фортнайт Почему Фортнайт Это лава Потому что там был сезон Потому что там да Лава была Да В этом сезоне Охуенно было А макривские котики Это клево Тут все вообще логично Для меня вообще Оно расколбас жестко было Вячеслав и Екатерина Мы поздравляем вас Побеждайте Спасибо вам большое Сегодняшней битве пар Короче Слав Я же тебе говорил По поводу приза Ты сказал что плохо Но я думаю что Катя Захочет его использовать Короче Вам надо просто сказать Мне дату Когда вы хотите это сделать И Мы вам организуем Человый отдых На Один день То есть у вас там будут Массажи Вино Ресторан Тамино Бля Да И этой Они любят массаж Короче поедите Вас помнут Потрахайтесь Вадим Вадим А можно вопрос Да Если я С ними третий поеду Как нормально это будет Нет Алексей Я думаю что нет Просто вам надо сказать Когда вы примерно Свободны Когда вы можете Рома с Дашей Еще до сих пор Не сделали Но Вадь А что если бы мы выиграли То что Ну когда встретились бы А что А что бы мы делали Да что Трахались бы Это понятно А вот как подарок Вот именно После шоу Что бы ты Вот куда бы ты меня позвал Дискорд Наташ пусть это будет Для вас Кикрета Ладно Спасибо Спасибо огромное Что пришли Спасибо большое Что пришли И Леша Спасибо большое Тоже что этот Буду тебе тоже должен Приду на какой-то стрим Да ничего страшного Все хорошо Спасибо большое Спасибо большое Брат Очень интересно было Да Спасибо вам большое Что пришли Спасибо что позвали Спасибо вам за этот Замежательный вечер Спасибо большое Что вчерашнего стрима Не было кстати Битвы пар Сегодня был заебись А я не в курсе Почему не было Да не забей Это такое Все спасибо огромное Так, короче Бля, ладно, чат, сори, что я сгорел Я что-то на нервах, бля, не знаю, что это вообще Не знаю, нахуя я сгорел Короче, прикол просто тот был Что они должны понять, это я написал или не я А что-то могло быть такое, знаете, типа Ну не полностью правдой Хотя я пиздец правдивый писал Да, я буду сейчас вырубать, короче, на втором канале Мы посмотрим тачки 3 И этот И И завтра, короче, будет на время последний стрим